Здравствуйте, зовут меня Кондратьев Антон Андреевич Отец троих детей До апреля 2015 года работал техническим директором в компании Rolf филиал Ясенева В котором продавались и обслуживались автомобили Jaguar, Land Rover, Porsche, Lexus и Toyota Все было хорошо, работали нормально, прибыль шла у компании Но в связи с тем, что мое руководство дало мне указание взять в свои руки охрану на объекте В связи с тем, что были частые угоны, частые хищения и так далее Не взлюбил очень сильно меня начальник службы безопасности компании Rolf Ктидров Андрей Геннадьевич После этого очень часто работал я с 2013 года Где-то год-полтора он мне угрожал, говорил, что он меня посадит, что отомстит и так далее И в апреле 2015 года находился я в кабинете С утра заходит шесть человек Из них двое Ктидров уже упомянутый Андрей Геннадьевич Его зам Изаухов Илья И четыре неизвестных мне человека Которые предъявили мне удостоверение полиции Ничего не объясняя, вытащили из кабинета Насильно Хотели применить наручники Я попросил, скажем так, не позорить меня Потому что люди меня уважали Подчиненных было в районе 400 человек и так далее И без всяких объяснений Увезли в Троицкое отделение управления внутренних дел По городу Троицк Давайте я буду сопутствующие вопросы задавать А на основании чего он вас говорит Что он был в чем-то там были грешены Я не был грешен Смысл Началось все с того, что у нас очень часто пропадали машины Машины дорогие, Land Cruiser, Lexus 570 и так далее Пропадали с интервалом 1-2 машины в месяц На просьбы к службе безопасности от моего руководства Директора центра Усилить охрану, прекратить воровство и так далее Просьбы оставлялись только просьбами После этого я получил приказ Менять чоп, который принадлежит тому же самому человеку О котором я уже говорил И взять охрану в свои руки Как только я это сделал Хищения и кражи прекратились На складах перестали пропадать запчасти Машины перестали уезжать То есть стало все великолепно и замечательно После этого он разозлился И почему-то решил, что я для него враг номер один Это все банально просто Какие очевидные предположения делаете? Почему он разойдет? Во-первых, все чопы, которые охраняют компанию Рольф Они разные, но офис у них находится рядом В одном месте и рядом с центральным офисом Рольфа Где всегда часто бывает Вышеупомянутый товарищ И так далее С чего я могу сделать вывод Что чопы принадлежат просто ему То есть я перекрыл ему кислород по деньгам И я так понимаю, что и машины уезжали просто Машины пропадали с ключами, с моек То есть их никто Спокойненько их забирали и уезжали То есть не было этой хищения Не было разбойных нападений Просто чистые, мытые, новые машины С автовозов уезжали просто В неизвестное направление и все Я это перекрыл Возможно, возможно Обе стороны, попадая, встекались в одно Но с этого момента он меня стал ненавидеть С этого момента он приезжал ко мне С интервалом раз-два в месяц Постоянно угрожал Последнее время даже нервничал Очень сильно кидался мне со стола Хватал предметы, кидался в стену То есть, ну, явно были явные угрозы А в чем был диалог? В чем? Вы просто приходили, он все равно... Он приходил ко мне в кабинет со словами Я тебя все равно поймаю, ты от меня не уйдешь Я тебя посажу, ты не с теми людьми связался и так далее То есть, ну, обычные общие фразы и так далее Обычные угрозы Я это докладывал руководству, но руководство говорило Ну, собака лает, караван идет У меня было... Я охраной занимался, это было даже не пятый, не десятый Мое занятие, в круг моих обязанностей входило очень много работы Плюс очень много персонала, людей Несколько технических помещений, ремонтных зон То есть, это опасные предприятия и так далее Я приезжал на работу буквально в 8 утра Уезжал в 11 Ну, охраной я занимался просто факультативно То есть, я ее сменил, поставил ЧОП, который по рекомендациям зарекомендовал себя То есть, у них был начальник службы безопасности, который подчинялся лично мне на объекте И все, то есть, занимался он этим всем Ну, видимо, не хватало ему кровного врага Спокойно очень жилось это на человека Ну, вы понимали, что вы кому-то перекрываете свой рост своими действиями? И понимали, к чему это сможет Я выполнял приказ У меня было руководство, которое мне платило деньги, деньги неплохие Я справлялся со своей работой Ну, а вы им сигнализировали руководство о том, что... Ну, о своих наблюдениях Да, я говорю, что мне угрожает Я говорю, но... И говорили безполагательную причину Всегда Всегда говорю, но это никто не хочет слышать Потому что легче списать на прибыль предприятия все убытки и пойти дальше А когда они прекратились, все обрадовались Ну, прекратилось и прекратилось, а дальше уже... Ерунда В общем, такой беды не предвещало ничто Ну, я думал, что там будут подковерные игры, будет возня Будут анонимки, которые были на меня Писали коллективные жалобы якобы от моих сотрудников и так далее Но я не думал, что будет так Я вообще, в тот момент я верил, что наши правоохранительные органы уже на высоте и однообращение и все решится Ну, никогда не думал, что дойдет до такого, никогда Все, продолжаем Ну и, собственно, однажды... Четверо из кабинета вытаскивают меня шесть человек Двое из них, я как-то искал, знакомые мне были Четверо незнакомые Никаких следственных действий не было, ничего То есть, просто показали удостоверение Посадили в машину, где был один оперативник за рулем на личной машине И два сотрудника службы запаса Тирольф Привезли в Троицкую ВД Посадили в кабинете на стол Объяснили мне, что я с этого момента арестован Все перемещения запрещены, разговоры запрещены Телефон у меня отняли еще в кабинете Отнял как раз Ктитров Андрей Геннадьевич Выхватил из рук И все потом Все два дня ковырялся в нем, ходил Потому что пароль был снят, он мне в руках был Вот, значит После 11 часов Нахождения там То есть, нас привезли в обед где-то А это в каком году было? Это было в 2015 году Вот, привезли нас где-то в районе 12 часу В районе 11 часов Начались допросы То есть, я слышал, что за стенной крики Слышал, узнавал голоса моих коллег И так далее Потом настала моя очередь В районе 12 часов ночи Меня завели в кабинет Там сидело три оперативника Три сотрудника полиции Начальник отдела ОБЭП Два оперативника Плюс все тот же Ктитров Андрей Геннадьевич Его зам Резаухов Илья Тут на мысль меня сразу насторожило Потому что, насколько я знаю Что допросы не проводятся В присутствии посторонних лиц И так далее Плюс, когда нас ограничивали в движениях То есть, не давали есть Пить вот эти все 11 часов Меня охранял тоже сотрудник ЧОПа Именно сотрудник службы запаса Тирольфа Не сотрудник полиции Сотрудников полиции не было То есть, сотрудники полиции Ходили, ну, иногда заходили Угрожали, говорили, что все попался Думай, как тебе выкручиваться И так далее Ну, то есть, оказывали психологическое Такое давление И, ну, физическое Потому что в туалет за 11 часов Там я отпросился Один раз меня под конвоем отвели туда На все вопросы у меня Жена родила третьего ребенка В этот момент То есть, ребенку было меньше года На все вопросы Просьбы моей позвонить Сказать, что со мной все в порядке И так далее Они мне говорили, что Мы дадим тебе телефон В одном случае, если ты позвонишь жене При нас скажешь, что Ты на работе задержишься на несколько суток И так далее На что я сказал, я не буду врать Они мне телефон больше не дали Вот Когда начался допрос То есть, они мне дали подписать Какую-то подготовленную бумагу Я там начал читать Там чистосердечное признание Я там вступил в сговор Со всеми моими коллегами То есть, я начальник запчастей Два начальника склада И так далее Там похитили какие-то Запчасти О которых я на тот момент Я даже не подозревал О чем они говорят Вот На что получили отказ И начали меня запугивать То есть, первым делом Я получил удар в нос От самого высокопоставленного От начальника отдела полиции От полковника Потом, как выяснилось Он меня начал Унижать Угрожать Там Какие-то слова Ну, блатные То есть, мы тебя посадим В пресс-хату Там еще что-то Это уже полицейские? Это полицейские дела Да, естественно Им помогали сотрудники Службы безопасности Рольфа там сидели Орали там И так далее То есть, получилось это Ну, превратилось это в балаган Потом они начали Мне опять это предлагать Ну, в итоге я сказал Что я ничего делать не буду Ничего не подпишу Я вообще не понимаю О чем речь идет И начал задавать им Неудобные вопросы Почему посторонние люди присутствуют Почему мне не представился Никто Почему я не могу позвонить Там, грубо говоря Адвоката вызвать И так далее На что они говорили Что с тобой Дело в шляпе Поедешь далеко и надолго Там, подписывай И там полсрока Сискай с тех вот так Естественно Это было после 11 часов Содержание под стражей Непонятно кем Непонятно где То есть, мне даже не сказали Где я нахожусь Привезли и все Потом это физическое воздействие Сами понимаете Моральное состояние Никакое И тут они мне говорят Что задержали фуру С крайними запчастями Машину Нашу машину А я знал Что в этот день Уезжала наша машина Которая принадлежит компании Ехала развозить заказы И там мы поставили запчасти Которые были списаны Новые гарантийные запчасти По гарантии списаны То есть, они Браковные детали Мы их отправили на помойку То есть, сертифицированный центр С которым работала компания И так далее Отправили на утилизацию Потому что объем большой Я просто не мог их выкинуть А компания с этим центром Работала документально? Ну, естественно Не полуофициально они работали То есть, тендер проводился А договора, я думаю, вряд ли они подписывали И так далее То есть, раньше они забирали Годные остатки И так далее Ну, то есть Отходы производства То есть, мусорщики Такие цивилизованные То есть, у них направленность какая-то есть Какой-то документ оборот Между компанией и имя был Все равно там Ахладные Это, я вам хочу напомнить Это список на запчасти То есть, это мусор То есть, я просто эти запчасти Не в мусор выкинул Потому что контейнер бы полный был А вывозили раз в три дня А просто по дороге Я отправил этот мусор Чтобы его, ну, утилизировали Пластик В основном, пластиковые запчасти Причем, это не я отправлял А мне подошел начальник запчастей Сказал, надо отправить Я дал указание Потому что Ну, все было в моих руках Никому не позволил Потому что Я руководитель Я за все отвечаю Должен это знать Вот Там было очень много запчастей То есть Половина, ну, представляете Половина спринтера Мерседес-спринтер большой Вот На что я им сказал Что, ребят Это не запчасти Это брак То есть, это мусорка Уехала на утилизацию То есть, они Естественно, это новые запчасти Но бракованные То есть, они упакованы В коробках Огромная Продолжаем Вот Я им объяснил Что это брак То есть, это Не ворованные запчасти И не поехали они туда Куда Как они думают Что Там Со складов забрали Новых запчастей Фуру, грубо говоря И пытаются Пытаются реализовать Но вы с самого первого момента Понимали, что Спротив вас еще что-то фабрикуется Ну, я понял Что это не просто так Потому что У вас же не на что было брать Абсолютно нет Я у меня жизненная позиция Я сам никогда не воровал Никому не позволял Ну, собственно За это и поплатился Я так понимаю Вот Ну, понимал, что что-то будет Особенно, когда я понял Что Нас Конвоируют Перевозят Сотрудники службы безопасности Это уже не без них Они постоянно консультировались С оперативниками То есть выходили Приносили какие-то документы Приносили какие-то записи С моего телефона Мне подавали послушать С моего кабинета То есть Какое-то Фабрикованные вещи Такие Вот Ну, в итоге Я заставил написать То, что Ну, что было То есть То, что Да, я отправил машину Да, это Грубо говоря Списанные запчасти И так далее Они не хотели Ничего делать То есть Они на меня кричали Что по закону Я имею право Один-два пункта Исправить Что опять Сейчас меня увезут в СИЗО И оттуда Я уже приеду По инькой И так далее То есть Продолжался Несколько часов Вот Но все-таки Написали Вот бумагу Которую То есть Которую я написал Что Да, машину я отправил Это Это Брак И Ничего такого Это Да, конечно Подписал Меня вывели На входе Я увидел Начальника запчастей Сергея Николаевича Это первый раз Вот за Уже Более чем 12 часов Потому что Нас по дюночке Держали в разных кабинетах Развели Вот Дальше продолжились Крики Уже После того Как Сергей Николаевич Туда зашел Вот Ну так С ним происходило Все то же самое Вот То есть Заставили подписать Заготовленные документы И так далее Ну Ничего не получилось В итоге Ночью Где-то ориентировочно В 2 часа ночи Нас Оперативники Собирают Садят в свою машину Опять же Личную Не служебную Ничего И увозят В коммунарку В отделении полиции Коммунарка Где уже Вот эти все Решетки Клетки И так далее Видимо для устрашения Не оформляя нас Никуда Не записывая Журналы То есть туда Просто так Никто пройти не может Но нас не оформили Не записали И это факт И можно это проверить Честно И так далее Продолжают Нас допрашивать Причем Меня уже Не допрашивали После того Как я им сказал Что я не буду На себя Оговорить И так далее Они взялись За 2 начальников Складов То есть Которых Мои коллеги Оказалось Что нас Забрали Четверых То есть Я Начальник запчастей Полностью Локации И 2 начальника Склада Начальники Складов Молодые Парни Они решили Работать над ними То есть Они издевались Над ними Вот этой же Компанией По 6 По 7 Человек Кричали Я слышал Отчетливые Шлепки То есть Не кулака А вот как Ладошкой Ну ладошкой Или там Таким По мягким тканям И так далее Их не мольба О помощи Крик Естественно В туалет Опять не пускали Нас там Пить есть Не давали Это уже Ну грубо говоря Прошло уже часов Если до утра Взять Там почти 20 часов Вот То есть Всю ночь Издевались Над ними Как потом Выяснилось Там Очень сильно Потому что Одного из них Ему стало плохо На утро Его отдали Жене Потому что Нас с утра Уже родственники Нашли Где мы По горячим Следам И стояли Около Дельной полиции Нас ждали А как Обзванивали Как все Морги Больницы Обзванивали Куда повезли Направление Да Нас То есть Нас искали Нас Получается Вас там как-то Оформили Нет Нас не оформили Нашли Директор Директор Когда начали Наседать Директор Моя начальница Она сказала Что в Троиск Нас повезли Но Конечно Она была в курсе Она была в курсе Ну Не знаю Она была в курсе Ввели ли ее В заблуждение Либо как-то Ее там Заставили Это сделать И так далее Потому что Была внутри Корпоративная война Она То есть На ее место Тоже претендовали Там люди То есть Это было на руку Все Вот Значит И Нашли нас Где-то В 5-6 часов утра Сын Сергея Николаевича Начальник склада Зашел в отделение Принес нам воды И так далее Потом они его увидели Выгнали сразу И все То есть Потом С этого момента Когда они Уже Поняли Что мы там Находимся Они дежурили Уколо отделения Значит Ну В общем Одного Одного из начальников Складов Они допытали До того Что его просто Выдали В полубессознательном Состоянии Жене Они его привезли Домой Вызвали скорую Скорая Все это зафиксировала То есть У нее Поднялась температура Высокое давление Было И так далее Ну Соответственно Побоев не было Потому что Ну Били мягко Я же говорю Такие вот Шрепки По коже Вот такие Вот Скорая Зафиксировал Да Что после Длительного Находения Нахождения В УВД Коммунарка Обратился Обратился В больницу То есть Тоже справка Это зафиксировано А они Какой-то ход Этим делам Дают Они такое Ну Обнаруживают Сама Скорая Они же тоже Государственная Как-то Угнали На тот На тот На тот момент Он справку Сразу не забирал Потому что Думал Что это Недоразумение Оно сейчас Разрешится И все То есть Ну Все были Уверены Потому что Я никогда В жизни Ничего не воровал Сергей Николаевич Боевой офицер Сами понимаете Вот И Во второй половине Дня Во второй половине Дня Нам Опять же Опять До этого момента Я сидел Там уже Таджиков Каких-то Навезли То есть Нелегалов И так далее Мы с ними Сидели Порознь Опять же Без воды Без туалета И так далее Это уже Были вторые сутки Пошли Очень тяжело Было Я вам Точно говорю Что тяжело Очень Было И Меня вызвали Объяснили Что если Сейчас Я не дам Письменное согласие На то Что мою квартиру Осмотрят Просто осмотрят Они сделают обыск И перевернут Там все Вверхном И так далее Я естественно Согласил Потому что Мне скрывать Там нечего И Двумя Два Сотрудника Оперативных Отвезли Меня домой Обыскали Корректно Деликатно Это были Уже Не те Сотрудники Которые У нас Арестовывали Вежливо Все нормально Посмотрели Уехали Зафиксировали После чего Мы были уверены Что все разберут Что это брак Потому что Это все Подтверждено Не раз Чтобы выборковать Запчасть У иностранной Компании Это целая серия То есть Нужно Послать электронное Письмо С описанием Дефекта Фотографию Они запрашивают Дополнительные Материалы Потом подтверждают Потом Проверяют Бухгалтерии Потом Проходит оплата Запчастей Полностью Погашение То есть Эти запчасти Уже становятся Не Компании Собственности Компании Импортера А не Компании Не дилера После этого Квартал Лежат на складе И после этого Через квартал Приезжает Сотрудник Компании Иностранной Все опять же Проверяет Номенклатуру Ставит подпись Что разрешаю Утилизацию Только после этого Эти запчасти Могут быть Утилизированы То есть По каждой Этой деталью Такой процесс Прошел Это все Он задокументирован Без этого никак Потому что Деньги Они не вернут Пока Мы не докажем Мы Импортеры Не докажем Брак Запчасть Не оплачена Будет На мы Никто не вернет И новую Не поставят То есть Весь этот процесс Был Пройден И я был Абсолютно Уверен Потому что Обойти его Никак Невозможно Потому что Очень много Участвующих Лиц Несколько Ее Организаций Фотографии Письма Документации И так далее То есть Я был Абсолютно Уверен Что Ничего Такого Нет Значит На следующий День Пришел Приехал На работу Тут же Меня Прямо На работе Сотрудники Служб безопасности Взяли Под конвой Сотрудники Служб безопасности Опять Пошли Угрозы Начали Мне ставить Прогулы И так далее После чего Представляете После суток В полиции На работе В итоге Объяснили Что Либо Подписываешь Сейчас Увольнение Мы тебе Какую-то Денежку Даем Либо Сейчас Мы вызываем Опять Полицию И поедешь Опять Далеко Нанадолго Ну Естественно Понимаете Состояние Двое Суток В полиции Вот Этот Стресс Все Это Опять Начинается Все Это То есть В таком Состоянии Любой Человек Подпишет Все Что Угодно Как В НКВД Пытки Сном Они Самые Жестокие Отсутствие Сна Соответственно Выкинули Нас С работы И все Ну Решили Что Такова Судьба Будем Идти Дальше И так Далее Через Несколько Месяцев То есть В июле Все это Было В апреле В июле Меня пригласили Первый раз На допрос Я понял Что Все Это И Всем этим Не закончится Я был На допросе В качестве Свидетеля Мне Объявили Что По всем Запчастям Назначена Экспертиза И Что В общем То Как тебе И обещали Тебя посадят Объявили То есть Передали Привет Вот Наши Это уже Сотрудники Это уже Следователи Следователи Его начальник Да То есть Это уже Цепочка Дошла От оперативников До Следователей Молодая Девушка Следователь По фамилии Дивнозашвили Год Как Закончила Юридическая Академия Объяснила Мне Что Просто Так Не Отвертись И так далее Показали Документы Опросили В качестве Свидетелей В качестве Свидетелей Я Опять же Показал На то Как нас Задерживали Как Допрашивали И так далее Для того Чтобы Все таки Была надежда Что они Разберутся И так далее Но Этого Не произошло Значит Они Сделали Экспертизу Экспертиза Показала Что Из всего Этого Вороха Запчастей После Ремонта И восстановления Что по закону Защите Прав потребителей Нельзя делать На новом Автомобиле То есть Дефекты Подтверждены После Ремонта Из этих Вороха Этого Запчастей 7 запчастей Если Отремонтировать И восстановить Можно поставить На автомобиль Сами понимаете Все эти запчасти Были от Рейнджроверов Мало того Что закон Запрещает Так еще Эти запчасти Им не Принадлежат Потому что Они выкуплены Импортером И Этого Делать Просто Нельзя То есть На этом Возбудили Уголовное Дело Против Третьего Лица Естественно Естественно Я пытался Я У меня была Очень долго Надежда На то Что Все-таки Правоохранительные Органы Ошиблись Их ввели В заблуждение Вот эти Вот Недоброжелатели И так далее Ну С каждым Визитом Все Улетучилось И летучилось То есть Меня вызвали Еще раз Через месяц Это уже В июле Месяц Сказали Что Объявили Результаты Экспертизы Но тут И тут Я еще Будучи свидетелем Развернулся И пошел В собственную Безопасность Троицкого Троицкого ВД Где написал Заявление О том Как нас задерживали Как Что с нами Делали Что сейчас Происходит Плюс ко всему Когда я с работы Уезжал Я увидел Что У меня в кабинете Пропал Планшет Айпад Пропал Жесткий диск Кстати Да Мой личный кабинет Который Который Обыскивали И изымали Там Все это И плюс Мои личные деньги Лежали в столе ящика Естественно И так далее Всего этого не было В протоколах Изъятия этого не было То есть Ну пропало И пропало Думаю Ну помародерничали И помародерничали И так далее Все это мы описали Начальнику Собственной безопасности Троицкого Будучи свидетелями То есть Мы не были Обвиняемыми Еще не было То есть Как могут люди Сказать Что мы уходили От Наказания Или пытались Затянуть следствие И так далее То есть Будучи свидетелями Просто Обратились Как граждане И Думали Что все будет хорошо Все это было В августе В сентябре месяце Мне пришел ответ Что Я сам Лично По своему желанию Приехал в Троицкую ВД Просидел там сутки Потом переехал В коммунарку Попросил В коммунарке Сам просидел Никто мне Никакие воздействия Не делал То есть И потом Когда мне надоело Через полутора суток Я поехал домой То есть Вот такой ответ У меня был Собственной безопасности От тех людей Которые должны Этим заниматься Вот Плюс Мне объяснили Что Мой планшет Случайным образом Нашелся в сейфе Уследователя И мне его выдали Абсолютно случайным образом Что мои деньги Переданы на хранение У меня есть Есть письмо От них Что Мои деньги Переданы Личные Не займали Но переданы на хранение Все тем же сотрудникам Службы безопасности Роль Мои личные деньги И так далее После чего я понял Что это заказуха Потому что Ктиторов мне не раз говорил Что ты не представляешь Какие у меня связи Я тебя просто уничтожу И так далее Я понял К чему все это дело идет Далее получилось Опять затишье И в декабре месяце В декабре То есть Задержание мое было в апреле А в декабре месяце 30 декабря Мне предъявили Или 29 декабря Мне предъявили обвинение В том что я По статье Мошенничество В особо крупных размерах Часть четвертая То что я Сколотил В устойчивую Банду Из своих Самых своих Подчиненных Ввел в заблуждение Всех И попытался Похитить Вот эти 7 запчастей Вот этими Способами Сразу вам говорю Что эти запчасти Гроша ломаного Не стоят За оплату У меня директорская Была очень достойная Были 10 тысяч долларов По тому курсу В месяц То есть Ну заниматься Мне этим Совсем не нужно было Тем более Такие аферы Проворачивать Взять фуру Загрузить барахлом Спрятать там 7 запчастей Которые нужно ремонтировать Потом где-то их забрать Отремонтировать И куда-то продать Ну это бред А какая стоимость Ваше от этих 7 запчастей 163 тысячи Это да Это если Это если бы Их покупали То есть Запчасти Это должны быть новые В коробке От импортера И так далее То есть Стоимость 163 тысячи Если Ну грубо говоря Как они говорят Что в скупку мы отдали Ну в скупчике принимают Рваные бампера Там по 500 По 700 рублей То есть Грубо говоря 3000 рублей Все мое мошенничество Могло вылиться В 3000 рублей Но не Поделить На много человек Потому что Для того чтобы Всю эту цепочку сделать Это мне нужно было Техника склада Скоррумпировать Скоррумпировать Людей на той стороне То есть У импортера То есть Ну Афера похожа На Детектив Детектив Шерлока Холмса Да Со стороны Очевидно Для любого Что это все Сделано Нешательное Ну Незачем Это Не было Никакой Никакой цель Итог Я стал преступником Через 8 месяцев Нам показали Дело И я увидел Что эти запчасти Они же принадлежали На момент преступления Якобы преступления Принадлежали импортеру Он оплатил Он оплатил их Все в деле Все эти бумажки Есть В сентябре месяце Письмо Компания Рольф Направила письмо Импортеру С перечислением Тех самых Семи запчастей Не всех запчастей Которые были В этой фуре А тех самых Семи запчастей И письмо Был такое Просьба Не считать Эти запчасти Бракованными И они Опять их Выкупают Пытаются Выкупать То есть Предмет преступления Они знают Что На момент Преступления Якобы Запчасти Им не принадлежали И был Акт утилизации То есть Они не принадлежали Вообще никому И они Выкупают У импортера На основании И на основании Вот этого Делают ущерб Получив Ответ От импортера Который у меня Тоже есть Что Мы еще раз Провели проверку Мы уверены Что эти запчасти Бракованы Просьбы Их уничтожить Ваши деньги Которые Которые Вы нам Послали В качестве Оплаты Зачлись В счет Погашения Вашего долга То есть За другие дела То есть Там Есть кредитная Линия То есть Компания Выбирает Запчасти И в какой-то Момент Когда лимит Достигнут Она оплачивает Ну чтобы Деньги туда-сюда Не гонять Более Меньше Бухгалтерии И дилер Легче Потому что Он купил Продал Они выкупили Эти запчасти На основании Этого Сфабриковали Дело И 29 Или 30 Я не помню Декабря Предъявляет Нам обвинение Для того Чтобы все Я так понимаю Что Чтобы все По-быстрому Сделать Пока У людей Новый год Оливье Шампанское И так далее В общем Начинают Дергать Нас Дергать Естественно Ну приезжали Все То есть Никто не прятался И так далее Наступает Новый год И после Нового года Я очень сильно Заболел Я подхватил H1N1 И меня В тяжелом состоянии Госпитализировали В инфекционную больницу Моего родного года Города Серпухова Прямо после Нового года После праздников Сразу Я не явился То есть Мой адвокат Принес справку Что я нахожусь В больнице Что я болею Через Несколько часов Те же самые Оперативники В том же Самом составе Появляются В этой больнице Начинает Меня забирать И говорит Что я Придесят Следствия Мы его Сейчас заберем В СИЗО Меня не отдают Врачи Я вызываю Местную полицию Тоже Это зафиксировано Потом уже выяснилось Все эти сотрудники В этот момент Находились В отпуске А не при исполнении По крайней мере Один из них Точно в отпуске Был То есть Они меня Всеми способами Больного Чуть ли не Из реанимации Пытаются вытащить В СИЗО Для того Чтобы Ясно Для чего Чтобы Там Работать Со мной Плотно И каждый день Меня не отдает Главврач Потому что Я был в реально Тяжелом состоянии Я даже Встать не мог Меня не выдает Главврач И так далее И начинается Тяжба То есть Начинается Езда с адвокатом Допросы Допросы Всегда с пристрастием Ни разу не было Чтобы в протокол Внесли то Что мы говорили То есть Всегда приходилось Добиваться Чтобы вписывали То что нужно Мы начинаем Жаловаться Во все инстанции Естественно Эти жалобы Все эти Спускаются туда Куда мы жаловали Туда На кого мы жаловались И там умирают У меня есть Огромная пачка бумаг Я думаю Хватит на один том Какого-нибудь Неплохого Бульварного Романа Для того Чтобы Если Ехали всех Пошить Всем Это все Мои жалобы И ответы На мои жалобы Что переслали В Троицкое УВД И оттуда Нет ни одного У меня За три За два с половиной Года Нет ни одного Ответа Дальше Идет все Понакатанный Фабрикуется Дело На этих фактах То есть Мы пытаемся Доказать Показываем факты В деле Есть факты В транзакции Они запрашивали Импортера Импортер им писал Что мы еще раз проверили Что деньги Что видите Запчасти Списаны Вот вам переписка В деле Есть вся переписка С импортерами Где они пишут То есть С самого нижнего звена С простого грузчика Который обнаружил Неисправность До самого верхнего С Англии Когда получали Добром От импортера Это никого не интересуется Это есть в деле И так далее В итоге Дело Управляется В суд В суд Дело направляется В прокуратуру Из прокуратуры Оно возвращается Первый раз В связи С недоделками Но Проходит месяц Полтора И все-таки Прокуратура Дело принимает Видимо Нашли Они Связи сработали Нашли выход И так далее Идет дальше Дело Продолжается Все это Около года То есть Тяжбы Суды Допросы Осные ставки Каждый день Измором Брали И так далее В итоге Опять дело Попадает В прокуратуру Для того Чтобы пойти в суд Это уже было В шестнадцатом году Осенью Шестнадцатого года То есть Через год И мы получаем Ответ Письменный Что Дело В связи С грубейшими Нарушениями Дело Из прокуратуры Опять ушло В Троиск Получаем этот ответ Думаем Ну Справедливость Выстрадавала Что вы думаете Через четыре часа У меня на пороге Появляются оперативники Показывают мне бумагу Ту же самую бумагу С тем же самым Исходящим номером За поспи Того же прокурора Но с абсолютно Другим содержанием И эти оба письма У меня на руках То есть В одном письме Написано Что В связи с грубейшими Нарушениями Все отправлено обратно Во втором Что ваше дело Передается в суд Готовьтесь То есть прокурор вернул Они на него вышли Договорились И он А это не фабрикованный документ Не подделка Ну как же подделка Дело же ушло в суд Прокурор же поддерживает Конечно То есть это Тоже самое прокурор Вы знаете Сам противоречит Да Да Просто единственное И дата И дата Одна и та же дата Один и тот же номер Исходящий Это одно и то же письмо Конечно С одним и тем же Исходящим Да С разным содержанием Просто первое письмо Мы не должны были получить У нас Нам повезло Что мы его получили Просто А второе письмо Нет Дальше мы приходим в суд В суд приходит В суде Гособвинитель Подполковник Женщина была Ну мы думаем Что разберется Потому что видно Что человек опытный После первого заседания Пропадает этот наш подполковник Эта женщина Отказывается от нас И начинает Приходит тот самый прокурор Капитан В коридоре Не знаком То есть не знакомясь Ни разу не видя Перед первым заседанием Собирает нас всех в коридоре И говорит Что ребята Не надо никому мешаться Возьмите на себя все Получите погоду условно И отскочили На что ему адвокаты говорят О чем вы думаете У нас люди Он говорит Вы дело читали Он говорит Я его и подписывал Я знаю То есть это тоже Тот самый прокурор Которого они видимо нашли Тут он говорит фразу И говорит Мне все равно виноваты Вы или нет У меня двое детей Мне их надо кормить И с этим прокурором Мы заходим в зал суда Эта фраза прокурора Кроме вас еще кто-то слышал? Кроме меня это слышали Шесть человек Все обвиняемые И все их адвокаты Плюс один человек Представитель пресса То есть это было в коридоре Никого не боясь Не стесняясь Вот такие слова Начинается суд Суд длится восемь месяцев С сентября шестнадцатого года По апрель семнадцатого года В апреле семнадцатого года После больше чем Двадцати После больше чем Двадцати заседаний Суд Выносит постановление Что Объект Который нам вменяется Дважды доказано И это в постановлении Суда написано Что дважды доказано Что запчасти не принадлежат Истцу Что Грубейшие нарушения Что В ходе следствия Выяснилось Адвокаты наши увидели Выяснили И доказали Что в ходе Судебного разбирательства В уголовном деле В экспертизе Менялись листы И суд Суд это написал Что просим Обратить Внимание Ответственных лиц На то что В деле Заменены Листы И так далее Уходит Уголовное дело Нашу Суд Суд нас Фактически Оправдал Практически Просто вернул Чтобы дело Закрыли С такими С такими Проходит три месяца И все начинается Опять Опять начинаются Угрозы Опять начинается Возбуждается Уголовное дело Опять вызываются Те же самые люди А в суде На суде были Опрашены Все свидетели И с одной стороны И с другой стороны И импортер Очередное письмо Суду передал Что не трогайте Эти запчасти Уничтожьте И они подлежат Утилизации Все у нас С нашей стороны Все хорошо То есть Это единственная Единственная Организация Которая могла Ну Как хоть какие-то Права иметь На эти На этот мусор Так скажем В итоге Ничего Дело опять началось Опять передопрашивают Свидетелей Опять Нас вызывали Опять назначили Экспертизу Которая Ровным счетом Ничего не покажет Все это время Мы жалуемся Жалуемся Во все инстанции То есть Суд Прокуратуры Генпрокуратуры Следственный комитет Собственная безопасность Главное следственное управление Аппарат президента И так далее Все Заканчивается одним Спускается ниже 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 Уходит в Троицкое ОВД Либо в В Чербинскую прокуратуру И там это все Умирает Все эти жалобы Я не побоюсь Там больше 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 40 штук Этих жалоб Во все инстанции Всем начальникам То есть Ходим на личные приемы Мы были на личные приемы У начальника Семенадцатого года Опять идет уголовное дело По тем же самым фактам Опять фабрикуются То есть Свидетели Которые До следствия идет Опять да Идет следствие Дальше То есть Вызывают тех же свидетелей Свидетели Я знаю достоверно Что одному И свидетелю Точно Пытались менять показания То есть Он сказал То же самое Что и на суде На предварительном следствии А ему Дают Подписать документ Он его начинает читать А там абсолютно другое То есть Идет чистая фабрикация И далее Дальше Идет Идет как шло Уже третий год Казалось бы Это дело Не должно было Даже и начаться Но И сейчас на сегодняшний день Какая-то логическая Развязка есть Или это все В этом состоянии Происходит Все в том же состоянии Да Все в том же состоянии Да Мы были Мы были На личных приемах Опять У большого руководства Москвы И так далее Но Все кивают Все говорят Разберемся Никто ни в чем Не разбирается Все это идет дальше Как только Какой-то из А почему Их реакция такая Как вы думаете Потому что Они не хотят С этим мелким сделан Их попросили Ну просто Если Это дело Довести до логического конца То есть Дать нам срок Любой условный Реальный И так далее Все закончится И все пойдут дальше А если Нас сейчас Если дело закрыть То нужно Разбираться В своей системе Нужно Устанавливать связи Между служб безопасности И полицией Между полицией И прокуратурой Кто куда Ходил договариваться Откуда эти письма Появились Как мы Выяснять Как мои деньги Попали Из кабинета Куда-то Кто их забрал Зачем Планшет Кто зачем Забрал И так далее То есть Это нужно Разбираться Со своими людьми Увольнять кого-то Связи С прокуратурой Вы видите Все Легче Взять многодетного отца Посадить И уничтожить жизнь Посадить И все И они получаются Что пикеты Сажать Нету Что это Сразу Как доказано И они все таки Да Но они идут Они идут вперед На пролом Потому что Пытаются менять Показания Сидей Да Да Они пытаются Хоть что-то Сфабриковать Чтобы зацепиться И За рубль Но наказать Да Ну наказать Хоть за рубль Хоть штрафом Хоть чем-то Но виноват Сделать нас Виноват Со своей стороны Мы тоже Против Я не виноват А сейчас Уже спустя Два с половиной года Когда Уничтожена Жизнь Репутация То есть Моя семья Распалась И все Семья Распалась Да Я живу С собакой В деревне Второй год А вот Все это время Интересно Мне вопрос Как происходит На ваш вес Пришел человек То есть Ну Ваш Тогда Почему Вы начали Заниматься Тогда Были Тещение Машин Да Вот тогда Начали Сейчас А сейчас Я знаю Я знаю После того Как сменили Сменили Чопы Охрана Опять от меня Перешла К ним Это еще Было Мою бытность Я еще Был там Сразу Машину Угнали Прямо на следующий Месяц И угоны Продолжается Сейчас Да Сейчас я знаю Что Шесть миллионов Недостаточно На складу Уже Машины Как уезжали Так уезжают Все довольны Все идут Все идут Дальше И так далее Естественно Друзья есть В компании Остались Они говорят Что начальник Служб безопасности Всегда докладывает Что Кондратьев Вор Сопротивляется Ну то есть Я Сопротивляется Но мы его все равно Пока Мы его все Посадим Я так понимаю И финансирование Мы это выделяют На это И так далее Он всем рассказывает Какой я преступник Понятно Просто логически Если я рассуждать То что вы больше В этой ситуации Логически Логически У него есть деньги Он же Его ЧОПа охраняет Он стоп Начальник службы Все его ЧОПа охраняют Все центра Компании Рольф Я так понимаю Машины Если уезжают Значит С этим Есть Он страва фигур Да Он пользуется Абсолютным доверием Господин Петрова Бывшего депутата Государственной Думы Который является Владельцем Естественно Депутат Разбираться Не будет Но Видимо Решили они Показное убийство Сделать на нос Или что Или мощь свою Почувствовать Накинули Весь свой Ресурс Ну Вы знаете Пока разбирательства Мы не видели Сколько Сколько Был Логически Да Либо мы Либо мы Их Либо Они Нас То есть Уже Они сами Себя загнали Получается Да Да Другого способа Как только Довести вас до конца Да Ваше дело И вас Застрелить Никакого выбора Нет То есть Сначала Я так понимаю Они чувствуют Свою безнаказанность Потом уже Деваться некуда Потому что Всем руководству Они рассказали Что Будет Будет Громкая посадка Чтобы И так далее А сейчас Уже Деваться некуда То есть Вот так Наши жизни Порушены Нам Ничего Кроме Как правду Искать не остается А им Ничего Кроме Как Посадить Нас Чтобы Продолжать Дальше Своей Дели Я бы Не хотел Об этом Адвокат Ширялин Михаил Егорович Защитник Головлева Сергея Николаевича Который Обвиняется В совершении Преступления Предусмотренного Статьей 159 Часть 4 Уголовного Кодекса РЭП Это Хищение В особо Крупном Размере В составе Организованной Группы Лиц Сергей Николаевич Головлев Обратился Ко мне В конце Апреля 2015 Года Для оказания Ему Юридической Помощи По данному Уголовному Делу После того Как Мы встретились С Сергеем Николаевичем Он мне Рассказал Историю Которая Мне показалась Немножко Необычной И странной И Которая Встречалась В моей практике Но Очень редко Он рассказал Что Он Работает Начальником Отдела Запасных Частей В обществе С ограниченной Ответственностью Тойота Филиал Яснева Где Занимает Указанную Должность 22 Апреля Он Вместе С Кондратьевым Который Является Заместителем Генерального Директора Этого Общества По Технической Части Если не Ошибаясь Технический Директор И еще Два Человека Задержаны По Подозрению В совершении Кражи Запасных Частей Под Видом Бракованных Значит Как мне стало Известно В тот День Был Задержан Автомобиль Мерседес На территории Данного Общества В котором Находилось 47 Наименований Запасных Частей Значит Эти Запасные Части Должны Были Быть Вывезены Для Утилизации Сразу же По Подозрению Вывозе Этих Запасных Частей Под Видом Бракованных Были Задержаны Четыре Человека И Приехала Оперативная Группа И С Участием Представителей Службы Безопасности Данной Организации Начались Проверочные Или следственные Действия Понять Сложно Потому что Непонятно Со слов Сергея Николаевич Мне непонятно Было Проводились Эти мероприятия В рамках Уголовного Дела Или уголовное Дело Возбуждено Не было Но Во всяком Случае Как мне сказал Сергей Николаевич Он находился Почти Сутки И В течение Дня И ночи Даже Более Суток Получается Где-то Порядка 30 часов Как минимум Когда я спросил Сергея Николаевича Составлялся ли Протокол Задержания Поскольку Более Двух часов Нельзя Содержать Человека В органах Полиции Он сказал Без предъявления Обвинения Можно Содержать Двое Суток До решения Вопроса Об избрании Меры Пресечения Но Тогда Должен Составляться Протокол Задержания В этом Протоколе Естественно Эти люди Которые Задержаны По подозрению Должны Расписываться И знать О том Что они Задержаны И в чем Они Подозреваются Ну Я понял Со слова Сергей Николаевич Что никаких Протоколов Не составлялись И они Содержались В отделе Полиции В Троицком Без Всяких Законных Оснований Я попытался Вступить в дело Официально Выписал ордер Как это Мы обычно Делаем И Обратился В Троицкий УВД Сначала По телефону Но там Телефон и ни один Не работает Дежурной части До настоящего Времени Кстати Связаться С Каким Либо Подразделением Следственным До настоящего Времени Тоже Невозможно Я поехал Предварительно Написал Заявление В этот Троицкий Отдел Ну Кое-как Нашел Оперативников Которые Занимались Этим Делом И Из путанных Объяснений Их Я понял Что Действительно 22 Числа Сергей Николаевич Вместе с другими лицами Был Задержанный От них Получали Объяснение Но непонятно Допрашивали Или получали Объяснение Было ли возбуждено Уголовное дело Или нет Потому что Кто-то говорил Что возбуждено Уголовное дело Оно находится В следственном отделе Кто-то говорил Что материал Находится У оперативных Сотрудников И я Мне пришлось Писать жалобы По поводу Незаконного задержания И невозможность Вступления Скажем так В дело Для защиты Сергей Николаевич И только через Где-то 2-3 месяца В июне Или уже В начале июля На меня вышел Следователь Или я не помню Может быть Сам Сергей Николаевич И нас вызвали На допрос Следователя Хочу пояснить Изначально Ситуация Показалась Очень странной Потому что Ну прежде чем Вступить в дело И Там беседовать Со следователем Мы беседуем Естественно Со своим подзащитным Мы пытаемся понять Что произошло Вот Ну он рассказал То же самое Что я сказал По поводу того Что их задержали По подозрению В вывозе Для продажи Запасных частей Под видом Бракованных Я Сергей Николаевич Мне рассказывает Что у них Четкая процедура Существует В этом обществе В обраковке Запасных частей То есть процедура Прописана Это документ Где-то В 150 страниц Примерно Или листов Как я уже позже В материалах дела Увидел И там Процесс в обраковке Прописан Пошагово И как выяснилось Ни Сергей Николаевич Ни Кондратьев Ни другие лица К процедуре В обраковке Этих запасных частей Не имеют А процедура Это закрепляется Документально То есть В этот Рольф Филиал Рольф Они ремонтируют И прожают Новые автомобили Ягуар Ландровер Тойота Если не ошибаюсь Вот Когда Они покупают Запасные части Ну По той или иной причине Или заказывает Человек Конкретный Какой-то Или просто Они Для технического Обслуживания Заказывают Эти Запчасти Они проверяются Сразу же При поступлении На предмет Того Пригодны ли они Для Скажем так Установки И проверяют Это делают Техники Которым отношения Не имеет Прямого Ни Кондратьев Ни Сергей Николаевич Головлев Техники Увидев Какие-то там Ну Может быть Неисправности Я не знаю Может быть Какой-то брак Они сразу Об этом Сообщают Производители У которых Они закупили Эти запасные части Запасные части Покупаются По предоплате Сначала Деньги Перечисляются В Ягуар Ландровер Так И потом Эти запчасти Поступают И когда их Принимают Смотрят на предмет Брака Если Что-то Заметили Такое Подозрительное Сразу Сообщается Там у них Процедура Значит Оформление В электронном виде Значит Эти Запасные части Фотографируются И описываются И указываются Какие повреждения Обнаружены На той или иной Запасной части Как правило Это какие запасные части Это Лобовые стекла Ветровые стекла Колесные диски Бамперы Задние и передние Вот И в основном Были запчасти Погружены В этом Или в этой 47 наименовании Эти фотографии С описанием Дефектов Направляются Производителю У производителя Есть свой Представитель Фирмы Которые Сверяют Проверяют Или подтверждают Наличие брака Или не подтверждают Вот в данном Случае Весь брак Был подтвержден Составляется Естественно Документация Вот акты Сверки И потом Производитель Сам Который Поставил Детали Составляет Акты Об уничтожении Этих деталей Комиссионно Составляет И эту бумагу Эти акты Направляет Уже Филиал Значит Тойота И дает Указания Об Утилизации Этих запасных Частей Вот на все Эти запасные Части 47 наименований Были составлены Такие документы Более того Составляются Накладные Возвратные И деньги За эти запасные части Возвращаются Покупателю И в этот момент Получается Что Филиал Который Тойота Ясенева Да Признан потерпевшим Не является на самом деле На этот момент Потерпевшим Поскольку Детали Уже Бракованные Не принадлежат Ему Деньги возвращены И дана команда Об уничтожении Этих запасных частей После того Как Сергей Николаевич Мне все это рассказал Эту процедуру Мы пошли с ним На допрос И нам Попытались Предъявить обвинение Сразу же Без допроса В присутствии адвоката До этого Как выяснилось Он был допрошен Сказал примерно То же самое Но не описывая Процедуру Долго там У него было совещание Пошли они к начальнику Следственного управления Там все советовали Что делать И все-таки Решили допросить Дополнительно В дополнительном допросе Описали всю эту процедуру Мы значит Заявили ходатайство Об изъятии Всей этой документации Которая подтверждает Законность выбраковки И правильность выбраковки И осмотра Этих вещественных доказательств Кстати Когда было Как выяснилось Потом Дело было возбуждено В день их задержания На следующий день В 3 часа ночи Дело было возбуждено Хотя у меня Я не могу это подтвердить У меня На этот счет Есть большие сомнения Потому что Мне казалось Что там валялся материал Потому что Никто не мог сообщить Что есть такое Уголовное дело И в канцелярии Мне не могли назвать номер Данного уголовного дела Но здесь я не могу Сам представить Какие-либо доказательства Но Я считаю И Все мои коллеги Адвокаты считают Что Такого рода дела Не должны возбуждаться Сразу же То есть Как правило По такой категории дел Проводится проверка Проводится проверка В порядке 144 Уголовного процессуального кодекса Для чего проводится проверка Во-первых Проводится ревизия Всего Как минимум Предоставляется справка О причинении ущерба Потерпевшему Выявляется сам потерпевший Ничего этого в деле нет Естественно Проверяется движение Товарно-материальных ценностей В том числе Документальное их оформление Ничего это сделано не было Более того Вся документация Была приобщена к делу Через Пять месяцев После возбуждения Уголовного дела Когда Наши подзащитные Свою позицию Раскрыли Выложили Все обстоятельства Они начали Собирать документацию Им ничего не оставалось делать Как назначить экспертизу Автотехническую Все-таки Выявить Есть брак Или нет брака Автотехник Не используя документов На основании которых Были выбракованы Эти запасные части Я так понимаю Невооруженным глазом Нашел все-таки Семь наименований Из 47 запасных частей Которые он посчитал Пригодным Для Скажем так Использования Но Поскольку у него документов Под рукой не было Выводы этой экспертизы Они в общем-то Ценность Никакой не представляет Выводы этой экспертизы Потому что Да Юридически Именно Как использовать их Как доказательства Ну невозможно Во-первых Невозможно Почему И нельзя Потому что Ну какое они отношение Имеют Головлев И Кондратьев К выводам Этой экспертизы Когда Были документы Которые подтверждали Факт Законности Выбраковки Эксперт может Все что угодно Какие угодно Выводы сделать Тем более Например Семь Наименований Одно из наименований Просто-напросто Не было в ассортименте То есть Было представлено Другое Стекло Лобовое Которое Ну по своей конфигурации По своим По своему артикулу Не могло подойти И Собственник Который Скажем так Вот У которого Купили эти детали Дал указание Уничтожили это стекло Потому что Оно непонятно Никуда не могло подойти И Все остальные Шесть деталей Тоже имели дефект То есть С описанием Совсем Поэтому Все Допрошные лица Которые Имели отношение К выбраковке Этих запасных частей Не сказали Ни одного слова Что они действовали Не самостоятельно А действовали Якобы По указке Кого-то Что к ним Кто-либо Подходил Когда-либо Просил выбраковать Запасные части Которые В общем-то Не являются Таковыми Ни в суде Ни на стадии Предварительного следствия Все свидетели Которых Набирается Там порядка Пятидеся Да Никто В общем-то Не дал показаний Против Доловлева Кондратьева И других Не потому что В общем-то Они что-то скрывали А лишь потому Что Каждый из них Действовал самостоятельно Абсолютно И действовал В соответствии С регламентом Выбраковки Этих запасных частей И все это Подтверждалось Документально Вот Там Шесть-семь Томов С судебным Наверное уже восемь Там Это уголовное дело Оно наполнено Доказательствами Которые свидетельствуют О том Что наши подзащитные Не совершили Никакого преступления Да Что нет преступления Все это подтверждают Прямо Исследователи Которые расследуют Дело Кстати Там сменилось Три следователя И добросовестные Следователи Сразу отошли От этого дела Они просто не стали Заниматься этим делом Потому что Понимали Что Это может Повлечь Для них Не очень хорошие Последствия И в конце концов Получилось так Что Обвинение Предъявлял В окончательной Редакции Сам начальник Второго отдела Поскольку Следователи Отказались Сам начальник Второго отдела Карапетян Я ему задал Прямой вопрос Я говорю Ну вас же проще Здесь Самого Привлечь Уголовной ответственности За Злоупотребление Служебным положением По Статье 285 Или За Предъявление Заведомо Ложного Обвинения Не про вас Обвинение Он говорит Да Я с вами Согласен Ну дело Надо направить Вот такой Примерный Разговор Да Да Нет Другие Следователи Там сидели Потому что Понятно Что Никакого Преступления Совершено Вообще Не было Потому что Даже нет Потерпевших Потерпевших Они признали Потерпевших Вот этот Филиал Тойота Да Но поскольку Им деньги возвращены Были Поставщиком То они не могут Являться Потерпевшими Никакими А Без Потерпевшего Такого Такого Рода Дела Они просто Не могут Существовать А тем более Доказательств Ущерба Тоже не было Потому что Эти запасные Части Были возвращены Ущерб Посчитать Сложно Они же Сначала Возбудили Уголовное Дело Где Ущерб Равнялся 1 миллион 175 тысяч То есть Они Исходили Из того Что Все 47 Наименований Это В общем-то Годные Запасные Части И Что они Значит Документация На них Вся Сфальсифицирована И в принципе В обвинении Они пишут Что На основании Документов Которые Не содержат Достоверную Информацию О том Что эти Запасные Части Бракованными Бракованными Являются Они пытались Похитить Вот эти Запасные Части И Ссылаются Значит На то Что Все они Вступили Организовали Преступную Группу Головлев Кондратьев Распределили Роли Когда Где Об этом Они не пишут Значит Сфабриковали Документы Заставили Людей Сфабриковать Эти документы О выбраковке Но Ни одного Ни одного Лица Они не указывают Которые Якобы Там Могли Фальсифицировать Документы По их указанию И Получается Что Само Обвинение Оно Просто Пустое Вот Каждое Слово Которое Указано В постановлении О привлечении Обвинителя О привлечении Каких-то Незначительных Следственных Действий Дело Снова Было Направлено Для утверждения Прокурору А затем И в суд И Здесь Такой Забавный Случай Произошел Мы Ходили Адвокаты И Наши Подзащитные Неоднократно На прием В прокуратуру Ходили Там В прокуратуру Города И В следственное Управление И Вот Однажды Я пришел На прием В прокуратуру И Там Был Помощник Достаточно Я так понял Добросовестный Парень Ну мне Показалось Я ему Сказал Вы посмотрите Это дело Повнимательней Я вам Точно Говорю Что здесь Нет Никакого Состала Преступления И Никто Из этих Людей Не виновен Вы изучите Вы это Поймете Вы изучите Дело Хорошо изучить Он мне Пообещал Изучить Дело После этого Родилось Письмо Которое Взял В канцелярии Сам Получил Не по почте А в канцелярии Получил За подписью Казымова Заместителя Прокурора Округа В котором Они пишут В связи С грубейшими Нарушениями Ну существенными Нарушениями Уголовного Процессуального Кодекса Уголовное Дело Возвращено В следственное Управление Для организации Дополнительного Расследования И вдруг Мне звонит Сергей Николаевич Буквально на следующий день И через два дня И говорит А нас вызывают В прокуратуру Для получения Обвинительного Заключения То есть Получается Что дело Не возвращено Для организации Дополнительного Расследования А направляется В суд Я Снова Еду В прокуратуру И получаю Опять же В канцелярии Ответ С теми же Номерами От того же числа О том Что Уголовное дело В порядке Статьи 220 221 ПК РФ Направляется В суд То есть Совершенно Разные Содержания Вот Дела Я обжалую Прокурору Пишу Письмо Прокурору Заявление Они отправляют Как и все Жалобы Предыдущие Во все Инстанции Все Поступает То же Следственное Управление Там уже Следователь Начальник Следственного Отдела Никто Ни разу Не установил Как 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 Либо Видимо Из-за Большой Занятости Или Нежелания Никто Этим Делом Особо Не Интересовался Даже В суде Когда Дело Поступило В суд Мы Видели Что Все Идет К Обвинительному Приговору Да Но Видимо Потом Судья Сориентировался В этом Деле Потому Что Мы Рассматривали Это дело 8 месяцев Где-то В суде Находилось Допрашивали Где-то По 5 часов Каждого Свидетеля Там И По одному Свидетелю Допрашивали С Изучением Документов Все Все Это Обозревали Да И Судья Пришел К убеждению Что Там Нет Никакого Состава Преступления И События Преступления И Вынес Очень Хорошее Постановление Ну С точки Зрения Защиты В котором Он Расписал Все Он Фактически Указал Что Там Нет Никакой Организованной Группы Что Там Нет Никакого Хищения Нет Никакого Сговора И Более Того Он Написал Что Фактически Все Доказательства Были Исследованы В полном Объеме И Восполнить Что Либо Добавить Что Либо Новое Невозможно Ну Они Не пишут Что Уголовное Дело Подлежит Прекращению Это Так Не Принято В судах Но Фактически Он Дал Понять Что В общем-то Вы Привлекли Незаконно К уголовной Ответственности Вот Этих Лиц И Разбирайтесь Сами Оправдательный Приговор Не Стало Выносить Но У нас Знаете Что Оправдательных Приговоров Практически Не бывает Полпроцента Может Быть Хотя В нашем Случае Оправдательный Приговор Он Просто Напрашивался Потому Что Дело Не Должно Быть Направлено В суд И Объяснить Объяснить Я Только Могу Одним Почему Это Дело Все-таки Пытается Направить В суд Даже Не Потому Что Они Испортят Статистику Этим Делом Потому Что Это Прекращение Уголовного Дела По Реабилитирующим Основаниям Будет Это Естественно Очень Плохо Влияет На Показатели Вообще Следственного Управления Они Сразу Там Если Они Соревнуются Постоянно Они Сразу Будут Где-то Там На Последних Местах Нет Следственное Управление У них Статистика И Прекращение Уголовного Дела После того Как Лицам Предъявлено Обвинение Здесь Троим Прекращение По Реабилитирующим Основаниям Это Будут Торг Выводы Это Будет Наказание Понижение Может быть Звание Или Присвоение Очередного Звания Да Но Мне кажется Причина Глубже Скорее всего Она В этом Заключается Что Дело в том Что Мы во всех Не во всех Жалобах А в некоторых Писали Что Считаем Необходимым Провести Проверку Да В отношении Должностных Лиц И решить Вопрос О привлечении Этих Должностных Лиц Следователей Прокуроров Кто утверждал Обвинительное Заключение К уголовной Ответственности За Злоупотребление Своими Должностными Полномочиями Потому что Понятно Для студента Даже третьего Курса Понятно Что в этом Деле нет Состава Преступления Однако Оно Целенаправленно Направлялось Суд И поэтому Основной причиной Я считаю Не месть Не статистика А все-таки Желание Уже Реабилитировать Себя Потому что Прекращение Дел Да Система Сама Пытается Себя спасти Потому что Они понимают Что после того Как дело Будет прекращено И Головлев И Кондратьев Обратятся В суд Во-первых Их уволили Из этой Организации Уволили По собственному Желанию Правда Не по собственному Желанию А Мне кажется По соглашению Сторон Но Увольнение Все равно Было вынуждено Потому что Они сами Посчитали Что после того Как в отношении Возбудили Возбудили уголовное Дело Что все-таки В отношении Должностных лиц Будет проведена Проверка И решен вопрос О привлечении К уголовной Ответственности Такая вероятность Существует Мы просили В своих жалобах Изъять Данное Уголовное Дело Из производства Троицкого Следственного управления И передать Его для Объективного Расследования Следственный комитет Но Этот вопрос В общем-то Не решается И скорее всего Не будет решен Что будет дальше Сложно понять Потому что Приходя на прием По сути дела Практически К первым лицам Но к первым заместителям И следственного управления И в прокуратуру Города Все говорят Мы изучим Мы посмотрим Но потом приходят Отписки Это свидетельствует о том Что в принципе Дело Никто не изучает Толк А если изучает Значит нам дают Вот заведомо Такие ответы Которые В общем-то Ну Явно Не могут защитить нас Все Все ссылаются на то Что Ну как же Ну Мы Все-таки Дело возбуждено Обвинение предъявлено Просто так Не бывает Ну На наш вопрос О том Что Бывает Мы бы не жаловались Здесь В принципе Опытные адвокаты Давно Работают И имеют стаж Там по 20-30 лет И просто так Мы жаловаться Не будем Более того Суде Прокурор Предложил Давайте Ребята Мы с вами Договоримся Выпишем Какой-нибудь штраф Переквалифицируем Действие И вы пойдете Домой Обычно Адвокат Соглашается Всех Соглашается Стороны Но здесь Мы просто Начали смеяться По этому поводу И возмутились Вдобавок Потому что Мы не можем Согласиться С тем Что В общем-то Не было Поэтому Какие прогнозы По вашему Как вы считаете Куда придется Вот исходя Из того Что Дело Не принимал Следователь Своему производству Четыре месяца В марте Дело возвращено На дополнительное Расследование Следователь Не принимал Производство Это дело Потом Все-таки После того Как мы написали Еще заявление Дело было принято К производству И назначена Судебно-бухгалтерская Экспертиза По этому делу И там Поставлены Вопрос Какова стоимость Этих запасных частей И каков ущерб Причинен Этому Рольфу Вопросы Провокационные Сразу Стоимость Определена И так Она из накладных Видна Сколько стоит Каждая деталь Вопрос Какой ущерб Причинен Это не вопрос Экспертов Это вопрос Следствия Нам понятно Что эксперт Даст заключение Экспертиза Назначена В криминалистическом центре Эксперта Криминалистическом центре Того же УВД Естественно Они Укажут Стоимость И Исходя из этой стоимости Скажут Что причинен Ущерб Вот Констатирует Факт Что причинен Ущерб Сто 60 тысяч И на этом основании Снова дело Постарается Направить суд Хотя задача Судебно-бухгалтерской Экспертизы Несколько иная Они должны были Проследить Движение товара Движение Этих запасных частей Да Да Цепочку И установить Кому принадлежали Все-таки Эти запасные части И в каком они состоянии Подлежали Они уничтожили Не подлежали Вот Поскольку По документам Они подлежали Уничтожению Утилизации Вот Поэтому Несколько иные выводы А тут стоит вопрос В экспертизе Какого размер ущерба Исходя из этого Мы полагаем Что дело будет Снова направлено В суд Ну попытка Направить Это дело в суд А Назначая экспертизу Следователь пишет В постановлении Разрешаю Уничтожить Вещественные доказательства То есть Эти бампер Мы в суде На стадии Предварительного следствия Заявляли Ходатайство Пытались Осмотреть Эти вещественные доказательства Сами И убедиться Есть там повреждения Нет В какой части Нам их никто не дал И такое впечатление Что этих уже Запасных частей Вообще не существует Ну во всяком случае Такое возможно А давать указания Эксперту Уничтожить Уничтожить Вот эти вещественные доказательства Это вообще нонсенс Потому что Доказательства Можно уничтожить Только по приговору суда Где Строчка должна быть Вещественные доказательства Уничтожить Ну когда дело Ну да Не представляет Интереса для дела Ну следователь считает Что вправе Эксперт Уничтожить Но это не тот случай Это когда уничтожить Там надо Почерк Исследовать Какой-то И нужно будет Там Часть Повредить Для Чтобы химической Экспертизы Какой-то Провести Исследование Нужно Какой-нибудь Уголов Но никак Вот эти Банки Конечно Конечно И поэтому Ну Если Скажем Так На контроль Не возьмет Вышестоящая инстанция Не истребует Это дело Не даст Прямого указания Или Может быть Производство Примет Что маловероятно То Скорее всего Они направят Следственное управление Троицкого Новомосковского округа Снова в суд А в суде Все Возможно Предсказывать Но Поскольку суд Как бы Уже определился С своей позицией Я думаю В суде Обвинить Сного приговора Не должно быть На наш взгляд Хотя Всякое бывает Мы честно Вот поначалу Я например Смеялся Я считал Что ну Как это дело Может быть Направлено в суд Ну невозможно Обычно Как бывает Есть доказательства Да Их нужно оценить Достаточно Недостаточно В чью пользу Больше доказательства Там В сторону защиты Или в сторону обвинения А тут нет ни одного доказательства Просто Оцениваешь ситуацию И понимаешь Что нет состава преступлений Даже может быть событий И не надо ничего тут оценивать Просто Нужно применить Свои Профессиональные Юридические знания И дать оценку Это любой Я уже сказал Студент третьего курса Может дать Юридическую оценку Всему этому Но Никто не дает Но я считаю Что Они заинтересованы Вы сейчас допускаете Что в суде Может произойти Что-то И суд примет И может принести Обвинительный оголовок Запросто Дело в том Что Вот В этом суде Ну Суд вернул Дело На дополнительное Прокурору Не на дополнительное Расследование А прокурору Вот Но У нас Впечатление было Совсем иное Поначалу Мы же изначально Заявляли Ходатство Еще до судебного Слушания Возвратить дело На дополнительное Расследование Судья этого Не сделал Потом Когда Несколько заседаний Судебных А у нас было Заседаний Большое количество Больше 20 Наверное Протокол Судебного Заседания Изготавливается По частям И По ходатайству Сторон Предоставляется Для ознакомления Чтобы понимать Правильно записано Неправильно Так Мы писали Много раз Заявление И просили Изготовить протоколы По частям И предоставить нам Для ознакомления Ни одного Протокола Нам предоставлено Не было В течение всего Судебного следствия Вот У нас сразу Такое предположение Почему Ну потому что Судья По результатам Всего Вот Исследования Доказательств Ну Посмотрит Может быть В каком-то протокольчике Немножко Можно скорректировать Позиции Что так бывает Иногда И Писали Даже на имя Председателя Суда О том Что протоколы Нам не дают И то что В общем-то Обвинение Ничем не подтверждено Хотя Председатель Суда Не вправе Вмешиваться Скажем так В деятельность Судей Конкретного Но мы писали Обратить внимание Вот на это дело По линии следствия По линии МВД Обращались До самого верха Практически Да Не дошли Только до До этого До Самого Самого главного В генеральную прокуратуру Тоже обращались Не раз И не просто Обращение Письма Направляли А с личного Приема Все С личного Приема Нас принимали Заместители Всех Этих Первых Лиц ФСБ Обращались По поводу Всех Незаконных Действий Ну и Все это Помаленьку Всползало Вниз Вниз По ступенькам К тому же Следователю Я вот не знаю Приобщал он Эти все Жалобы К уголовному Делу Что он обязан Делать Эти жалобы Приобщать Ну вот На последнем Приеме Первый Заместитель Начальника Следственного Управления ГУВД Нам Сказала Ну Понимаете У нас 90 тысяч Дел 90 тысяч Дел Ну как А Ваше Дело Я изучила И мы Будем Смотреть Я Не Выдержал Я Сказал Если Вы Это Дело Изучили Вы Сразу Дали Указание Его Прекращение Значит У Меня Складывается Впечатление Что Вы Это Дело Не Изучали Ну Это Может Быть Грубовато Но Во всяком Случай Ну А что Она Могла Ответить Посмотрим Она Не Говорит Да Или Нет Будем Смотреть И Решим Примем Решение В соответствии С Уголовно Примем Закон Вот Это Стандартная Фраза И Потом Все Говорят А почему Вы Не Жалуетесь А Куда Угодно Почему Вы Не Жалуетесь Вот На Последнем Примере Именно Была Такая Формулер Надо Было Жаловаться Туда Сюда То же Время Сама Говорит Что Поскольку Дело Находится Производ Следователи И Мы Не Можем Пока Дать Оценку Там И Заключим Но Возьмите Хотя Бо На Контроль Не Возьмут На Контроль Скорее Всего Может Быть Возьмут Не Знаю Были В Этой Последней Станции Пока По сути Дела Вот Складывается Такое Впечатление Что Только Путину Можно Обратиться Если Он Сам Личное Решение Не Примет А Все Остальные Это Они Дискредитируют Систему И Государство Дискредитирует На пустом месте На ровном месте Получается Каждая Инстанция Которая Вам Отказывает Она Холостую Работает То есть Она Не Работает Эта Инстанция Понятно Что К ним Поступает Огромное Количество Жалоб Тысячи Поступает Но Вы Выбираете Среди Эти Жалоб Жалобы Которые Заслуживают Внимания Потому Что Иногда Жалуются Не совсем По существу Это понятно Разные люди Жалуются Но У вас же сидят Профессионалы Там Везде Сейчас Контрольные Методические Отделы Раньше Таких Отделов Не было Которые Проверяют Там Законность Действия Следователей И так далее Но Почитайте Хорошо Внимательно Видите Что Жалобы Идут Но Почитайте Внимательно Всего Навсего Профессионалу Нужно Почитать Даже Жалобы Почитать И Сравнить И станет Все Ясно Что Что Нужно Делать С этим Делом Но Никто Этим Не Занимается Или Непрофессиональный Штат Или Никому Ничего Не Нужно В общем Да нет Спасибо Адвокат Зацаренко Анатолий Николаевич Защитник Кондратьев Антон Андреевич А Который Работал Вернее Обвиняем По Уголовному Делу По Факту Мошенничества В отношении Группы Компания Рольф Что Можно сказать По Делу Антон Андреевич Ко мне Обратился В декабре 2015 Года Должно Прошли Все Следственные Действия Практически И вот Должны Были Предъявлять Обвинения Мы При Первой Встрече С ним Очень Долго Разговаривали То есть То что он мне Рассказал Я Воспринимался Критически Потому что Не может быть Такого Чтобы Сотрудники Департамента По борьбе С экономическими Преступлениями И коррупцией Могли Таким Вот Образом Сфальфицировать Доказательства По делу И изготовить Это дело Потому что Все документы Которые касаются Бухгалтерского Учета Которые касаются Деятельности Организации Особенно Такой Как Рольф То есть Она Всех на слуху Белая Бухгалтерия Все Остальное Все доказано То есть Там Много Ковыряться Не нужно Если Допустим Какие-то Возникли Факты Хищения Они Подтверждаются Ревизиями Подтверждаются Справками Документами Те которые Видны Они В бухгучете Имеются Ну В связи с тем Что Антон Андреевич В общем-то Настаивал На том Чтобы я его Защищал В общем-то Я вступил В это дело Поехал Ознакомиться Пытался Ознакомиться Со всеми Материалами Которые касаются Кондратьева И других Ну То есть Обвиняем По этому делу Пообщавшись Со следователем Я понял То Что Там Что-то Не так Потому Что Как-то Следователь Себе Не очень Корректно Будем Так Мягко Говорить Выказывал Какое-то Безразличие И Ну Может Быть Высокомерие К Защите Обычно Следователи В принципе Понимают И защиту У них Ну Нормальных Следователей Как-то Вырабатывается Понимает То, что Мы коллеги По большому счету Только Защищаем Разные Постоим По разные Стороны Баррикад И Мы знаем То Что Мы Говорим И Понимаем То Закон Так Как Он Должен Пониматься Но Здесь В общем-то Было Сложно Определить Что Там Получается По Этому Делу В самом Начале Но Потом Когда Познакомились С материалами Уголовного Дела После Первого Ознакомления Когда Было Закончено Следствие Ознакомиться С материалами Уголовного Нет Сначала Когда Было На этапе Следствия Нас Познакомили С результатами Автотехнической Экспертизы Сразу Возник Вопрос Потому Как Вот Эти Уголовные Дела Которые Касаются Экономических Преступлений Вернее Совершенных В сфере Экономики Любой Студент Второго Третьего Курса Который Изучает Учится В Юридическом Институте Он Понимает И знает Потому Что Они Прописаны В учебниках И методика Расследования Этих Уголовных Дел Она Довольно Подробно Описана В этих Учебниках И То Что Мы Столкнулись С Вопиющим Злоупотреблением Уголовным И Уголовно-процессуальным Правом Скорее всего Уголовно-процессуальным Правом Потому Что Когда Нас Познакомили С результатами Автотехнической Экспертизы Сразу Возник Вопрос То Что Автотехническая Экспертиза Заназначена По этому Делу Но Совсем Даже Совсем Некорректно Потому Как Автотехническая Экспертиза Это Более Относится К Инженерным Экспертизам Которые Связаны С Дорожно-транспортными Происшествиями Может быть С повреждениями Которые Были Причинены В результате Дорожно-транспортного Происшествия И так далее А у нас Преступление В сфере Экономики И Мы Общались Со следователем Говорил И Я говорил То что Здесь Необходимо Проводить Товароведческую Экспертизу Потому Как Эти запасные Части Они Являются Товаром Они Не были Установлены На автомобиль И Вот Именно Товароведы Должны Были Сказать Правильно Выбракованы Эти запасные Неправильно Выбракованы Эти запасные Части В соответствии С той Процедурой Которая Прописана Поставщиком И В результате чего Мы заявили Три Ходотайства Назначения Товароведческой Экспертизы Дополнительной Судебно-бухгалтерской Экспертизы Потому Как Судебно-бухгалтерская Экспертиза Потому Как Судебно-бухгалтерская Экспертиза Не была Назначена И Еще Было Ходотайство Подано О проведении Товароведческая Судебно-бухгалтерская После того, как мы заявили ходатайство по проведению этих экспертиз, следователь просто-напросто взяла формально, отказала нам. Мы стали обжаловать постановление, но стали обжаловать уже руководство, пытался обжаловать, когда это был конец года, перед Новым годом записался на прием к руководителю следственного управления УВД ТИНАУ. Оказалось, что в УВД Москвы, в общем, во всей системе МВД организован, так сказать, и за ним следят, организован прием лично руководителям. Когда вот, допустим, нельзя так у них сейчас сделать, зайти в любое время, когда ты хочешь зайти к руководителю и пообщаться на эту тему, организован прием населения, прием, так сказать, защитников по уголовным делам. И когда я, записавшись на прием по телефону, который на сайте у них висит, прибыл в УВД ТИНАУ, обнаружилось, что начальника следственного управления на месте нет, он где-то с пакетиками бегает по следственному управлению города Москвы, поздравляет перед Новым годом руководство. Никто его не замещает, ни зам не принимает, ни какой-либо другой сотрудник, то есть прием практически не организован. В общем-то оставил я заявление в дежурной части, зарегистрировал, так сказать, его в соответствии с законом в книге учета о преступлении. Ответа до сих пор на это заявление нет и на это обращение. После чего были обращения, неоднократные обращения к прокурору, новомосковскому прокурору через личный прием, прокуратуре личный прием организован, все нормально, функционирует. Но в беседе, когда я приходил с ходатайством, с жалобами, приходил к прокурору, новомосковскому прокурору, прокурор как-то, наверное, не проникся, может быть, не до конца изучил, но хотя был поставлен в известность этого дела. Я в первой жалобе просил его взять на контроль это дело, в второй жалобе просил уже, все-таки, когда нам отказали в удовлетворении наших ходатайств на назначение посуденно-бухгалтерской и товароведческой экспертизы, я просил прокурора для того, чтобы установить истинную подделу и выяснив те вопросы, которые касались моего подзащитного, то, что при задержании он был, в отношении его применялась физическая сила практически, по полтора суток их там держали, пытали в УВД без оформления, то есть были допущены нарушения процессуального закона и уголовного закона со стороны сотрудников. Просил изъять это уголовное дело из следственного управления по ТНАУ и отдать его, передать его в следственный комитет. Это объективное расследование, потому что там есть и вина сотрудников полиции, потому как книги доставленных не УВД, коммунарский их не было, рапортового задержания в деле в уголовном их нет, книги доставленных в УВД ТНАУ тоже моего подзащитного не внесли. Но как-то прокурор сказал, я не могу это делать, я не вижу оснований для изъятия этого дела, но, так сказать, будет расследоваться в УВД ТНАУ. Но, может быть, по всей видимости, почувствовал какую-то поддержку прокуратуры, может быть, еще какое-то, так сказать, скрытое, лояльное отношение прокуратуры к сотрудникам следствия. Следствие продолжалось в том же духе, несмотря на неоднократные наши, так сказать, замечания. Ну, нет замечания, мы-то замечания делать не можем. Мы, когда тайство, в общем-то, наше, так сказать, волеизъявление, коррекция движения этого уголовного дела, наверное, не воспринималось вообще никак. Не то, что, по-моему, подзащитного в результате вот этих вот неправомерных действий сотрудников полиции, и сотрудников службы безопасности было выявлено, ну, фактически был похищен платшетный компьютер, деньги 20 тысяч рублей и жесткий диск. По этому поводу мы... После приема у новомосковского прокурора, ну, для меня уже, честно говоря, стало понятно, что прокуратура тоже к этому каким-то образом ангажирована, к этому уголовному делу. И пришлось, так сказать, провести небольшое адвокатское расследование по всей этой ситуации. И вот, проводя свое адвокатское расследование, я пришел к выводу то, что... Не только к выводу, есть, так сказать, косвенные доказательства того, что это дело, уголовное дело, оно ангажировано. Заказана служба безопасности Рольф через коррумпированных сотрудников милиции, вернее, полиции, да. Коррумпированные сотрудники полиции, которые инициировали это уголовное дело, это бывший начальник Тенау, фамилия Терновых, Сергей, я не помню отчество, через заместитель начальника ОБЭП, Соколов, он еще отличная фамилия, Соколов или Орлов. Ну и с подачи, с подачи, участие, в этом активное участие принимали начальник полиции Тенау, это Каберов и замначальника полиции Просоренко Дмитрий. Это легко, легко, при желании, легко это, так сказать, при определенных полномочиях, в общем-то, доказать. Доказательство скроется в том, что, как потом это было установлено, материал, значит, уголовное дело было возбуждено, то есть мой подзащитный со своими, так сказать, подельниками, будем так говорить, да, соучастниками, были задержаны в 10 часов утра 22 апреля 2015 года. Доставлены от САМКАДа, увезли 50 километров от Москвы в Троицк, в Троицк, там где находится ОВД Тенау, где с ними там занимались. Уголовное дело было возбуждено в час 30, 23 апреля. Ну, то есть спустя практически там 12 часов. Меры пресечения в отношении, так сказать, наших, они были свидетелями по этому делу, моего подзащитного тоже. Меры пресечения не изменялось, хотя они содержались в этих ОВД, к ним применялись пытки, применялось физическое воздействие. При соучастии, будем так говорить, сотрудникам службы безопасности, там, Ктиторов, начальник службы безопасности, Рязаухов Илья Владимирович, это замначальник службы безопасности Толстых, тоже замначальник службы безопасности Рольф, которые активно принимали участие, принимали активное участие в опросе их. То есть, ну, получали объяснение от моего подзащитного. Почему я с уверенностью говорю о том, что это дело заказное и возбуждено с легкой подачи начальника ОВД, потому как такого беспредела, больше никак не назовешь это, такого беспредела, который случился с этим делом, нормальный начальник, сотрудник, который начинал работать в городе Москве, имеет опыт работы, то есть, ну, допустим, с постового, с оперативника, там, или с участкового в городе Москве, он не допустил бы. Это вот то, что приехало, извините за выражение, я по-другому не могу назвать, из города Воронежа, со своими, так сказать, понятиями воронежскими, там, не знаю, там, еще какими-то, и довели вот это дело до этого состояния. Когда стали разбираться, посмотрели в деле, дело возбуждено без достаточных оснований, потому как при том материале, который был собран, дело было возбуждено по 159-й части 4-й, с квалифицирующим признаком, особо крупный размер, сумма ущерба, якобы, Рольфу, была причинена, там, миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей, но справки об оценочной стоимости запасных частей, якобы изъятых из того автомобиля, который вывозили, в деле нет, ее до сих пор нет, потому как эту справку получить при любой нормальной организации нормального бухгалтерского учета, любого там среднего бухгалтера, он за пять минут вам эту справку напечатал, потому что запасные части, они ставятся на бухгалтерский учет, снимаются с бухгалтерского учета, и все документально, это все зафиксировано в системе 1С, которая пользуется той же самой Рольф. До сих пор нет этой справки, потому как эти запасные части, они были в соответствии с теми процедурами, которыми пользуется Рольф, они были списаны, за них было Рольфом получены денежные средства, возмещены поставщиком денежные средства, и к моменту вывоза они для Рольфа никаких ценностей не представляли. Но в связи с тем, что дело заказное, дело ангажированное, скорее всего, ангажировано не просто на ровном месте, оно получило, так сказать, вот этот вот такой заряд бодрости, в течение 12 часов возбуждено 159.4 с таким вот квалифицирующим признаком, ну и дальнейшее действие сотрудников уже следствия, следственного управления, которые понимали свою безнаказанность во всем остальном. И вот в этом, так сказать, луче, в этом ракурсе хотелось бы провести аналогию, вот здесь вот, когда задержали этих вот троих соучастников по этому преступлению по 159.4, и всем известно, как действовало ОВД Тинаву при проведении вот этих массовых беспорядков, которые были на территории Хованского кладбища, что даже начальник ОВД спрятался и ни туда не поехал. Довели до драки, до массовых беспорядков. Это вот о чем говорит? О том, что люди некомпетентны. Сейчас те люди уволены, я в любом могу доказать их вину. Вина элементарно доказывается сотрудникам полиции, сотрудникам оперативных служб, в том числе сотрудникам подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Когда мы на суде стали изучать доказательства, которыми прокуратура, так сказать, сторона, которая поддерживала обвинения, стали доказывать якобы вину наших подзащитных, обнаружилось, что якобы сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями получили информацию за месяц до вывоза этой запасной части. Я так понимаю, было заведено специальное дело оперативного учета, в рамках которых они проводили оперативно-розыскные мероприятия, потому как были рассекречены доказательства, полученные в рамках проведенного ОРМ. Когда стали изучать эти доказательства в ходе судебного следствия, выяснилось, что оперативный сотрудник, который отвечал за проведение ОРМ, не имеет пользуясь служебным диктофоном, хотя он заканчивал, учился, так сказать, в высшей школе, в учебном заведении в системе МВД, где на предмете татика специальная это учат. Когда начали изучать детально те документы, которые были рассекречены, получилось так, что у нас в отношении подзащитных применялись диктофоны для получения, для проведения оперативно-розыскного мероприятия наблюдения, свод ни одной, так сказать, документа, который бы отражал результаты этого наблюдения нет, кроме, так сказать, тех аудиозаписей, которые были приобщены. Когда стали изучать эти аудиозаписи, даже мы их не прослушивали, эти аудиозаписи, прочитав те документы, которые имеются, имеются в деле, было обнаружено, что аппаратура была установлена в кабинете Сергея Николаевича Головлева и моего подзащитного контрактного Антона Андреевича. Она была установлена 28 марта 2015 года. А когда сотрудники рассекречивали документы, которые были получены оперативно-розыскным путем, якобы сотрудник обнаружил файл, который изобличал моего подзащитного и его соучастников в том, что они там готовили это преступление. Файл был, так сказать, сохранен 27-го, то есть за сутки до того, как была поставлена аппаратура. Когда стали вопрос задавать сотруднику, который был приглашен для дачи показаний в судебном заседании, он сказал, ну я не знаю, я не умею этим пользоваться, мне выдали его, и я его поставил. То есть было подано глотайство судье о том, что признаете доказательства недопустимыми, потому что получено с нарушением закона. Ну и ряд других было замечаний, не замечаний, а нарушений выявлено в ходе этого всего. Далее, когда получилась такая ситуация, что у нас это уголовное дело на этапе проведения следственных действий и наших, так сказать, наших действий стороны защиты, было окончено следствие, да, мы провели порядке 217, ознакомились с материалами уголовного дела, пошли на прием прокуратуру, в прокуратуре вроде бы нас услышали, обнаружили эти недостатки, дело вернули на дополнительное расследование. После проведения дополнительного расследования, дело все равно, опять-таки, было направлено в суд. Вот, там, были ряд нарушений, которые, я не хочу у них останавливаться на этих нарушениях, те, которые были, в общем-то, они тоже вопиющие, на них даже говорить не хочется. Как звучалось обвинительное заключение моему подзащитному, как после нашего, после нашего второго, так сказать, ознакомления с материалом уголовного дела, тоже после визита в прокуратуру, на личный прием прокурору, были, так сказать, выражены наши, так сказать, замечания и наши просьбы все-таки решить вопрос с этим делом о прекращении, потому что нет там состава преступления, там нет потерпевшего в деле, там нет ущерба, и в том числе нет реакции прокуратуры. Вот это откровенное манипулирование уголовным, уголовно-процессуальным законом, когда из судов сделали помойку, извините за выражение, когда берут вот эти вот следователи, которые расследовали уголовное дело, процессуально независимое лицо, закрывают глаза на все то, что есть, подбивает, подводит экспертизы, автотехническая экспертиза, вроде бы, да, понятно, запчасти автомобильные, будем проводить автотехническую экспертизу, но это не та экспертиза, которая должна была проведена. И вот формирует какой-то, так сказать, набор документов и отправляет их в суд, а в суде потом уже судья не знает, что с ним делать, потому как он и вернуть не имеет права, потому что дело утверждено прокурором, обвинительное заключение, и направлено в суд якобы там с достаточными, так сказать, доказательствами. Так, небольшое отступление. Ну и, в общем-то, после второго нашего обращения коллега получил уведомление о том, что дело, опять-таки, второй раз возвращено для проведения дополнительного расследования, но на следующий день, когда я тоже поехал получать для себя этот же ответ, я получил ответ совершенно другого содержания о том, что дело направлено в суд. Стали выяснять, с коллегой созваниваться, в общем-то, выяснять номера, и обнаружилось то, что действительно у коллеги ответ, то, что дело возвращено для проведения дополнительного расследования, у меня за этим же номером, только с другой литерой о том, что дело направлено в суд с обвинительным заключением. Вечером моему, так сказать, подзащитному было вручено обвинительное заключение, понятно, дома. Ну и когда мы пришли в судебное заседание, первое предварительное судебное заседание показало о том, что мы заявили колотайство о возврате дела прокурору, потому как было с нарушением законодательства вручено обвинительное заключение моему подзащитному. Ну, судья, ну, по всей видимости, да, тоже имеется в виду, но мы тоже к этому, так сказать, склонялись, то, что судья тоже был нацелен на то, что обвинительный уклон принять этого дела, то есть он каким-то образом другого пути не было, потому как система у нас такая работает. Нам обвинительное заключение. Мы когда заявили, что дело было, значит, с нарушением закона вручено, объявили перерыв, через некоторое время вышел сам, так сказать, специалист в судебное заседание, уже без мантии, без ничего, в коридор, вручил моему подзащитному копию обвинительного заключения и показал фотографию, где мой подзащитный стоит в камуфляжной одежде среди леса, в лесу, вернее, и оперативники сфотографировали на его, так сказать, теле прижатое обвинительное заключение. То есть это считается, что якобы моему подзащитному в соответствии с законом было вручено обвинительное заключение. Ну, в общем-то, продолжаем. Перешли мы к слушанию по существу. Тоже необходимо ответить о том, что прокуратура устанавливает порядок проведения следствия, то есть представляет свои доказательства. И, как обычно, вот в экономических, так сказать, ну, преступлениях по расследованию, то есть по преступлениям, по обвинению в экономических преступлениях, обычно первым допрашивается потерпевший, для того, чтобы человек отразил, что украли, когда украли, в каком объеме, сколько это стоит, каким образом и так далее. Здесь же прокуратура нет. Начал допрос с лиц, которые занимались, ну, выполняли техническую работу, фиксировали движение этих вот запасных частей. У них в этом Рольфе документооборот не только на бумажном носителе организован, но еще в электронном виде. Ну, утверждено было судом, в принципе, пошли по этому пути, допросили все технический персонал, потом стали допрашивать других свидетелей. У нас практически, когда мы пришли к делу, у нас ни одного свидетеля, защиты не было. Все свидетели, которые прошли по делу, это свидетели стороны обвинения. И когда стали допрашивать этих свидетелей, свидетели говорят о том, что дали показания то, что так оно и было, и подтвердили легитимность выбраковки, подтвердили легитимность наличия повреждений на этих запасных частях, те, которые были описаны. По одной запасной части, которая инкриминируется, стекло, оно повреждений не имеет, но на нем отсутствует маркировка, и в связи с тем, что его невозможно определить на какой-то автомобиль, поставить его можно, его, так сказать, таким вот образом выбраковали. А вот этот автотехник-эксперт, который проводил, мы его не допросили, до него не дошли в судебном заседании, что допросить. Он сказал, что это стекло можно поставить на автомобиль. Ну, либо человек был каким-то образом заинтересован, либо, так сказать, его подвели к этому, чтобы он дал такое заключение. Обычно эксперты говорят, что, в общем-то, это не наша, так сказать, зона, зона, так сказать, экспертной деятельности, это вам другая экспертиза, и отказывают в этом. Но здесь было так получено это заключение. И вот такой еще один момент, когда все это, значит, при проведении второго раза, то есть вернулось на доследование в УВД ТИНАУ, после проведения дополнительного расследования первого, опять-таки, при ознакомлении с материалами уголовного дела, мной было обнаружено о том, что, когда мы знакомились с первым раз делом, значит, были в листах о постановлении назначения экспертизы и заключении эксперта, была прописана процедура подачи рекламации, там, ну, деталь от 2012 года, а уже вот при повторном, после дополнительного расследования, там уже была написана другая процедура подачи рекламации в этом деле. И когда мы уже обратили внимание суда и заявили халатайство об исключении этого доказательства, заключение эксперта, в связи с тем, что была применена не та процедура рекламации, и изменены листы в этом деле, это называется уже фальсификация, доказательство по уголовному делу. И когда привели свои аргументы, и эти аргументы, они нашли подтверждение в уголовном деле, ну, видимо, судья стал понимать, что, в общем-то, да, здесь была допущена не только манипуляция с уголовным процессуальным законом, но еще фальсификация, доказательство по уголовному делу. И вот на том основании, я так полагаю, что на том основании, что в этом деле имеются вот факты, все-таки и в постановлении о возврате к делу прокурору судья, он каким-то образом, ну, нивелировал, так, перелезал, будем говорить, вот этот вот факт фальсификации, что, так сказать, дало основание направить это дело в суд и стоять на своем, утверждая о том, что наши, так сказать, подзащитные являются преступниками, которые якобы эти запасные части вывозили и похищали. Мы в процессе следственных действий обращались, причем через личный прием, который в системе МВД присутствует и прокуратуре, дошли до, на это описали, до уровня первого заместителя начальника главного следственного управления. Сейчас мы после возврата уже через суд, судом этого дела, мы тоже идем по этому пути, уже дошли до начальника главного следственного управления. И с чем мы столкнулись, это не то, что, так сказать, нежелание, скорее всего, некомпетентность этих руководителей, я бы так сказал, потому что никто не потерял чувство страха. Может быть, сейчас идет, так сказать, честь, для того, чтобы защитить честь мундира таким вот образом. Сейчас работает все следственное управление, главное следственное управление по Москве, работать, чтобы нашим подзащитным инкриминировать те запасные части, которые фактически являются мусором для компании «Рольф». Это документально подтверждено. Это нельзя сейчас вырубить топором, нельзя это вычленить, нельзя это скрыть, потому что все балансовые отчеты, все балансы закрыты. И провести нормальную судебно-бухгалтерскую экспертизу с нормальными вопросами, которые не хочет следователь и слышать, и видеть, ну, можно было получить нормальное заключение эксперта, что действительно для «Рольфа» эти запасные части никакой стоимости не представляют, потому как за них возмещены деньги поставщиком. «Рольф» настаивал на том, что якобы, да, действительно, запасные части на момент задержания этого автомобиля, эти запасные части, да, действительно, были выбракованы, за них возмещены деньги, но в связи с тем, что была проведена экспертиза техническая, экспертиза подтвердила, что эти запасные части могут использоваться, значит, «Рольф» стал поставщику посылать письма о том, что просим вас не считать эти запасные части браком, это спустя полгода, когда мы стали в судебном заседании допрашивать представителя потерпевшего, а, кстати, представитель потерпевшего и тот человек, который писал заявление о преступлении, это обычный охранник, который стоит на оборотах, даже в участии, мы задали вопрос, вы принимаете участие в организации бухгалтерского учета, там, может быть, принимаете запасные части? Нет, не принимаю. Вы понимаете, что такое бухгалтерский учет? У вас есть образование? Нет, такого образования нет. Это о себе, так сказать, говорило, давало понять определенные, так сказать, навыки и способы всех этих сотрудников, которые инспирировали и фальсифицировали, доказали их по этому делу. И в итоге мы пришли к тому, что сейчас есть постановление о возврате уголовного дела. В этом постановлении судьей, хоть и мягко, так сказать, сказано, что для должностных лиц, круг которых не определен постановлением, необходимо обратить внимание на то, что, тоже мягко сказать, не тождественность постановлений о назначении экспертизы, заключения эксперта, а также документов, которые были приобщены, полученных в рамках оперативно-радостных мероприятий. Вот после возврата этого уголовного дела для проведения дополнительного расследования мы обратились уже и в Следственный комитет, и в прокуратуру города, и в Следственный комитет, так сказать, приемную Александра Ивановича Бастрыкина. С вопросом, вы все-таки, мы не с вопросом прощаем, мы с заявлением прощаем, о возбуждении уголовного дела по статье 303, фальсификация доказательства по уголовному делу, и, так сказать, мы уже в отношении сотрудников, кто там, сами разберутся. Эти заявления, так сказать, ласково, пушистого, уходят в прокуратуру, в новомосковскую прокуратуру, где куда-то, видимо, надзорное производство и складывается. Реакции никакой. Вот все-таки... Наверное, необходимо какой-то рычаг воздействия на нашу, так сказать, систему правоохранительную, вот эту, чтобы она, в общем-то, не давала сбоев таких, не давала таких вот вещей, когда может следователь или группа человек заниматься манипулированием вот этих уголовно-процессуальных законов, создание вот таких вот, ну, не знаю, как это назвать, это вообще беспредел, честно говоря. Когда людей просят должностных лиц обратить на это внимание, принять решение по поводу... Тем более, там об этом уже... Это уже суд говорит. То, что есть основания для проведения проверки. Есть основания, то, что это дело было сфабриковано, и там в этом деле сфальсифицировано доказательство. Никакой реакции. Вот никакой реакции. Я так думаю, что если это дело получит, видимо, какой-то общественный резонанс, наверное, или огласку общественную, то, может, Александр Иванович задумается, что... Мы же можем искать, как я привожу пример, мы же можем искать, следственный комитет может возбудить уголовное дело, когда у женщины, у слепой пропала собачка. А в нашем случае распалась семья, трое маленьких детей остались без, так сказать, без отца, да? Потому как не смогли жить вместе. Ну, к настоящему моменту, что происходит с этим уголовным делом, происходят непонятные какие-то катаклизмы. Мы уже дошли до уровня начальника Главного следственного управления по городу Москве, потому как уголовно-профессуальным законом предусмотрено, что прокуратура на этапе следствия, в общем-то, она считает надзор, но, я так понимаю, фактически реально повлиять на следователя, ну, нет, не законных оснований, а ресурса определенного. Вот мы дошли до начальника Главного следственного управления, все нас заверяют о том, что они, руководители, изучили дело, не все так однозначно. Ну, как не однозначно, когда вы проведите нормальную экспертизу судебно-бухгалтерскую, товароведческую, и все будет понятно. Не нужно манипулировать экспертизами, не нужно придумать какие-то другие, так сказать, экспертизы для того, чтобы там что-то, так сказать, высосать из пальца. Вот это вот системная, так понимаю, ошибка, которую нужно, в общем-то, решать на очень высоком уровне, потому как она дает возможность нашим, так сказать, правоохранительным органам, ну, то есть лицам, те, которые пока еще носят погоны в правоохранительных органах, манипулировать уголовно-профессуальным законом и уголовным законом, доводить вот до такого беспредела, иначе ты не назовешь, потому как у моего подзащитного распалась семья, то есть трое маленьких, малолетних детей остались практически без родителей, будем так говорить. Одни живут с папой, другие живут с мамой, отец остался без средств существования, потому как три года уже на работу не может устроиться. У второго подзащитного, которого мой коллега защищает, у него там проблемы с супругой, со здоровьем очень серьезные были на этапе этого следствия, на нервной почве. И я так думаю, что все-таки, если вот это получит общественный резонанс, то, наверное, нужно все-таки добиться того, чтобы, как вот у нас получается, что когда пропадает собачка у слепой там, собачка по воды, у нас Александр Иванович возбуждает уголовного дела и берет на контроль. А здесь вот мы стучимся, мы были на приеме, в личной приемной начальнике Следственного комитета России, там сидит сотрудник бездушевный, что вы к нам пришли, это не наша компетенция, 159-го, не наши последствия. Мы говорим, мы 303-ю возбудить, это ваша последственность. Ну, получили ответ, что все материалы направлены в прокуратуру ТИНАО, где, видимо, хоронятся, так сказать, в надзорном производстве. Вот такое вот неординарное дело наше уголовное, в котором нет, в группе компаний не причинен никакой ущерб, это доказано уже в суде практически. Но есть обвиняемые, есть, так сказать, люди, которым испортили жизнь, которых три года уже мурыжат. Есть факты, так сказать, злоупотребления служебным положением сотрудникам полиции, которые занимались расследованием уголовного дела, и инспирированием этих доказательств. Есть факты того, что вот это может происходить в том случае, когда, я считаю, некомпетентное руководство приходит в город Москву для управления, так сказать, подразделениями полиции, которые там, где нужно проявить какое-то рвение, прекратить какие-то массовые беспорядки, прекратить коррупцию, непонятно. А оно, наоборот, потворствует этому. Я в любом диалоге, я вот даже сейчас имею те доказательства, которые в этом же уголовном деле есть, при любом раскладе, в любом суде я смогу доказать, что начальник управления, вот даже допросить тех сотрудников, которые принимали участие в задержании моих подзащитных, нормально допросить. Не сказать, да, кто давал указание. Да, кто давал указание, возбудить уголовное дело. Потому что у нормального следователя, который посмотрит этот материал, который был, 24 часа, через 12 часов возбудить уголовное дело, по 159-й, 4-й, квалифицирующий признак, особо крупный размер, не имея справки об оценочной стоимости запасных частей, это нонсенс. Такого не бывает. Почему это происходит? Кто инициирует? Почему это вообще все? Это системная ошибка. Это системная ошибка. Это люди пришли, это коррупционная составляющая. У нас сейчас задают вопрос, когда мы приходим, мы были у первого заместителя, начальника главного следственного управления, у заместителя, по-моему, у первого заместителя, мы писали в своих обращениях, что это коррупционная составляющая. А в чем здесь коррупция? Или в том, что сотрудник полиции, используя свое служебное положение, допускает вот такие вот вещи. Он не имеет права этого делать. Потому что при возбуждении уголовного дела должно быть достаточное основание. Это прописано в законе. А когда человек пишет, ставит свою подпись, что причинен ущерб в миллион семьсот пятьдесят тысяч, со слов охранника, который пишет заявление об этом ущербе, и не имея подтверждения документальной, даже той же справки об остаточной стоимости. Но из чего это вытекает? Мы даже когда нам предъявили обвинение, первоначально было предъявлено обвинение, в постановлении возбуждения написано, статья, да, 159-я, четвертая часть, но квалифицирующий признак особо крупный размер. Она предъявляет обвинение, первоначальная редакция была, предъявляет обвинение группой лиц. То есть при возбуждении уголовного дела квалифицирующего признака группой лиц, организованной группой лиц не было, а нам это обвинение предъявляет. И постановление переквалификации, вот возбудили по одному квалифицирующему признаку особо крупный размер, предъявляет обвинение, группой лиц переквалифицировали, а постановления переквалификации не было. Это мы уже, так сказать, в ходе общения со следователями, когда писали жалобу по этому поводу, на их действия, они уже потом сориентировались, задним числом унесли это постановление. Так что, ну вот нет слов, честно говоря, нет слов, потому как когда общаешься с коллегами, даже общаешься с теми сотрудниками, которые действующие еще есть, и понимают, в общем-то, вот в этой ситуации все удивлены, как так может. Так подразделения по борьбе с экономическими преступлениями не работают. Такого беспредела, вот чтобы они задержали, вот привезли в стены ОВД, устроили там пыточную, я не постесняюсь сказать этого слова, пыточную. Вот эти НАУ пыточная, которая там была, при Терновых организована, они не могут поехать разогнать то, что там творилось на Хованском кладбище, беспорядки, да? А вот поймать трех людей невиновных и устроить им, так сказать, показательное выступление, но имеется в виду пытки. Это можно, потому что я не исключаю, что там были заряжены либо денежные средства, которые группа компании Рольф на это выделила, либо еще что-то. Почему я об этом говорю? С уверенностью, потому как, когда проводилось мной это расследование адвокатское, да, вот этой ситуации, было обнаружено, что в пиар-статье, то есть группой компании Рольф в то время управляла Татьяна Марковна Луковецкая, в пиар-статье в журнале Forbes в одном абзаце было изложено, что Татьяна Марковна Луковецкая, она борется с хищениями, она нетерпимо относится к этим хищениям, и даже приводился случай, что она, будучи генеральным директором Рольфа, сидела в засаде и ждала, когда какой-то там маляр, техник-маляр вынесет полбанки краски, они тоже этого человека хотели к тюрьму посадить. Ну, слушай, вот Татьяна Марковна написала процедуру уничтожения запасных частей и выбраковки своей компании Рольф, которой до сих пор нет. Вот в управленческой деятельности процедуры уничтожения запасных частей и процедуры списания, которая имеет отношение именно к группе компании Рольф, этого нет. Есть процедура выбраковки, которая подана поставщиком, и Рольф по этой процедуре живет. Там даже сейчас, если разобраться, нормальным бухгалтером прийти, допустим, он сразу обнаружит о том, что там генеральный директор не работает, он не понял, чем там занимается. То есть сотрудники живут своей жизнью. Вот он сказал поставщик, нужно действовать так. Та организация, которая является сторонней, ну партнер по бизнесу, поставщик, они поэтому и живут по этой процедуре. А для того, чтобы механизм расписать для своих сотрудников, для своих подчиненных, ну, Татьяна Марковна, но у него, наверное, на это времени не хватает. А что данное дело можно рассматривать как пиар-ход со стороны Рольфа? Ну, это, скорее всего, не пиар-ход. Это внутрикооперативный конфликт, потому как, как мы установили, вот где все это произошло, это был филиал, филиал группы компании Рольф, и этим филиалом управляла Форнастова Татьяна Анатольевна. И они были, Форнастова и, или Форнастова, они близкие были к хозяину, к владельцу этого Рольфа. На то время он был депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Петров Сергей. И я так понимаю, что вот Форнастова, у них был между собой такой конфликт, то есть кто все-таки будет ближе к телу и кто будет занимать лидирующие позиции в этой компании, потому как, когда, то есть мой подзащитник, как мне стало известно, он был приглашен в эту компанию по личной просьбе этой Форнастовой. И он занимал, так сказать, должность технического директора, который практически вся ответственность, он отвечает и за производственный цикл, и за внутреннюю безопасность, ему было вменено, то есть в устно, не знаю, там письменно вменено, но он за это отвечал. И по большому счету, когда возник вопрос, что с приходом Сергея Николаевича Головлева и Кондратьева, вот этот филиал стал показывать прибыль, а все остальные филиалы стали показывать убыток, у акционера возник вопрос, и вот мне мой доверитель говорил, что мой подзащитный говорил о том, что к нему приезжал Петров неоднократно, интересовался Антон, что происходит, почему все показывают убыток, а у тебя показывается прибыль. На что-то сказать, они давали, конечно, аргументированные ответы. И вот по всей видимости, что это не понравилось, видимо, Луковецкой Татьяне Марковне, мы тоже писали, подавали ходатайство о том, что допросили Луковецку, допросили главного бухгалтера Рольфа, чтобы получить нормальные, так сказать, показания по этой ситуации, что не может охранник отвечать, то, что украли, если он не понимает, что такое бухгалтерский учет. Следствие отказывало нам в этом, хотя элементарный вопрос, допросить человека, который отвечает за всю деятельность в этой организации, это сам Бог велел, будем так говорить, по уголовному делу. И что еще самое интересное, вот в процессе уже ближе к, да, уже дело наше было возвращено для дополнительного расследования, было обнаружено, что засветилась компания, ну не сама группа компании Рольф, а вот Петров Сергей Анатольевич, оказалось, что он поддерживает нашу несистемную оппозицию, в том числе Марию Гайдар, Навального Алексея движения, может быть из-за этого у них там, для этого нужны были деньги какие-то, которые нужно было туда финансировать. Это проходило по каналу РЕН-ТВ, там передача называется, вернее фильм называется, либералы черным налом. Мы сами об этом не знали, но все-таки депутат Госдумы, когда проходило первое следствие. Какой логический выход? Выход логический такой, что дело нужно прекратить, либо его нужно, по большому счету, это дело необходимо все-таки отдать в Следственный комитет, мы даже на этом настаиваем, пускай в Следственный комитет пройдет проверку, не проверку, а дальнейшее расследование уголовного дела. Там все поймут, нормальный следователь, назначив нормальную, то есть нормальную бухгалтерскую экспертизу, сразу поймет, что там ущерба нет ролев. И что дело было от буквы У и кончая справкой по движению по этому делу, оно с самого начала было, так сказать, сфабриковано. Что в этом случае произойдет? А это уже на Смотревский Следовательский комитет. По закону, что должно, эти же ниточки потянутся, как и всем участникам. Ну, в отношении наших, так сказать, подзащитных, я думаю, что должно быть миссисное постановление прекращения уголовного преследования, потому как там, они даже в этом процессе выбраковки не принимали участие, и указания никому, своим подчиненным не давали, что необходимо эти вот запасные части выбраковать, вот там выложить. Но возникли же вопросы к тем, кто организовал это дело. А это, пожалуйста, это уже Следственный комитет с теми сотрудниками. Фамилии их в деле там все написаны. Даже те люди, они все-таки, я понимаю, они исполнители. Те сотрудники, которые, чьи фамилии написаны в этом деле, при нормальном, так сказать, допросе, при том, как они поймут свою, так сказать, позицию, когда к ним обратятся, они, естественно, скажут, кто дал команду возбудователю уголовного дела, и кто его курировал это дело со стороны руководства. Ну а кто сейчас мешает? Кто не дает двинуться этому делу в сторону Следственного комитета? Кто сейчас ландирует интересы и не прекращаетесь? А сейчас уже, сейчас уже честь мундира. Сейчас уже, вы поймите, что сейчас вот... Кто-то конкретный есть, может, какой-то человек? Ну вот я не дошел до конкретного человека. Но если понимать, то что, если будем проводить налоги, да, так сказать, и логически размышлять, значит, начальник ОВД Тенау, да, бывший начальник ОВД Тенау, это генеральская должность, фамилия этого бывшего начальника Терновых. Это была креатура бывшего начальника ОВД Якунина, который сейчас он остался в системе МВД, он командует дежурными частями по всей России, он генерал, лейтенант, по-моему. Но кто не дает? Ну кто не дает это дело? Естественно, кто-то не дает. Ну да, кто-то должен быть главным заинтересованным. Заинтересант? Ну честь мундира, как не заинтересант? Уже, вот уже эту систему МВД уже с момента, наверное, когда вот Дмитрий Анатольевич Медведев решил поменять ее название милиции с полицией, думали, что поменяв название люди, так сказать, очистятся, наверное, там перед Богом и сами перед собой и начнут, так сказать, уже нормально себя вести, нормально, так сказать, не нарушать закон, не злоупотреблять своими правами. А это дело показывает, вот сейчас из него, сейчас, еще раз повторяю, вся система МВД, которая касается города Москвы, главное следственное управление, вот сейчас думает, как выйти из положения, доказать нам вину, когда там этой вины нет. Вот это заявление первого замначальника ГСУ, Городкова, о том, что не так все там однозначно, да, а однозначно как не так, потому что следователь, назначая постановление на значение экспертизы, заявляет, сколько стоят запасные части и какой ущерб. Я согласен, вопрос об ущербе вы можете задать, но сколько стоят запасные части. А вот начнем, может быть, с того, правильно или неправильно организован бухгалтерский учет, узнаем в этом Рольфе, потому как в деле имеется положение об этом филиале. Этот филиал не является юридическим лицом, но всеми правами юридического лица он и наделен. И по этому же положению, которое внутрикорпоративному указано, что филиал распоряжается самостоятельно запасными частями, в том числе и бракованными. Директор филиала имеет распоряжаться денежными средствами в размере одного миллиона долларов в эквиваленте. То есть, то, что сейчас мы в итоге пришли к 163 тысячам рублей, и то, если еще учесть то, что легитимно было выбраковано, то есть, то стекло, которое не имеет маркировки, там дальше меньше 100 тысяч получается. И то, и то, те запчасти, которые, как вот говорят, после ремонта и восстановления покраски можно поставить на автомобиль. Но вы поймите, что Рольф это дилерский центр, и по всей видимости эти запасные части, следствием это тоже вопрос не исследовался, эти запасные части были заказаны для гарантийных автомобилей, не для бэушных автомобилей, для гарантийных автомобилей, те, которые стоят на гарантийном обслуживании, на обеспечении, страхования вот этих ремонтов. И пришли уже заведомо с дефектами. И самое, что интересно, легитимность и правомерность выбраковки и списания запасных частей в этой группе компаний подтверждает третье лицо, которое работает на аутсорсинге с поставщиком, с лендровером, Ягуаром. Там был запрошен по этому делу сотрудник, начальник отдела, этот допрос имеется в деле, мы просто его судей не успели допросить. Он говорит, да, запасные части были выбраканы с процедурой, мы эти запасные части проверяли, нам приходили фотографии, мы смотрели, все было легитимно. Там даже есть сообщение в электронном виде следователя, который подтверждает, что эта позиция значится о том, что деньги Рольфа возмещены, стоят даты по всем запасным, так сказать, по семейным именованиям, которые якобы инкриминированы, что деньги были возмещены до 22 апреля, до момента их вывоза. По двумя запасным частям были возмещены в ноябре 2014 года, а все остальные уже в начале 2015 года. То есть такого, чтобы запасная часть хотя бы одна была на балансе Рольфа и она была украдена, либо это было пересортиться, либо еще что-то, такого нет. Такого нет. И сразу, я так понимаю, те сотрудники, которые это дело с самого начала мастырили, они это обнаружили и видели это все. Но была команда, команда, так сказать, большого руководителя, чтобы дело было возбуждено. Среди, который возбудил это дело, он ушел из этого округа. Не знаю, какая судьба дальнейшая, но вот. И даже вот эта вот фамилия, которую я называл Коберов и Терновых, их вообще уволили после событий на Хованском кладбище. Просоленко, Дима, а Терновых последствий ушел, потому что вопиющие нарушения были. Поменялся начальник главка и сразу же ушел Терновых. Или его ушли. Потому как, понятно все это. Я думаю, там не одно это дело. Если бы это нормально, округ, этот Троицкий, Новомосковский округ, УВД, по Троицкому, Новомосковскому округу, оно сейчас стоит на особом контроле Главного управления внутренних дел по городу Москве. Но когда мы акцентировали это внимание при наших обращениях, что мы хотим попасть к начальнику ГУВД на прием, мы уже подали третье заявление. Первое, мы опять пошли по кругу, потому что мы были на этапе следствия. Мы обжаловали действия следователя, уже руководствами. Мы были вот у Галицкого были, он тогда начальником отдела был, сейчас он замначальника ГСУ. У Городкова мы были, есть за их подписями ответы. Я им даже показывал, здесь тоже ваша вина имеется в этих вот, то, что это дело вернули для дополнительного расследования из суда уже. Ну, мы вот еще не попали к начальнику ГСУ, но я думаю, мы попадем в начальник ГСУ, и тогда уже еще будет четвертое заявление, чтобы попасть. Я знаю то, что сам начальник ГУВД, Баранов Олег Анатольевич, он хороший опер, он москвич, он всю жизнь работал в Москве. Если просто-напросто ему объяснить ситуацию по этому делу, буквально в двух словах, то, что либо его обманывают, потому что он сам дело не листал, не видел, потому что он читал справку. То, что касается следствия, следствие сейчас пытается, так сказать, нивелировать свои нарушения уголовно-процессуального закона и уголовного закона с доказательствами что-то произвести, манипуляции определенные, какие-то экспертизы назначить. Но есть еще одно доказательство, есть дело оперативного учета, на основании которого проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе наблюдения, и которые тоже легли в основу обвинения, якобы легли, о том, что эти файлы, которые там, с них делали стенограмму, якобы переговоров, там даже в некоторых файлах есть там, алло, то есть разговор идет по телефону, а его дело, как будто бы это был разговор в помещении. Да, это есть дело, его просто нужно почитать внимательно. И те сотрудники, которые сейчас, насколько я понимаю, исполнители в контроле методического управления, они просто обманывают своего руководства. Либо совместно с руководством уже ищут какие-то пути, чтобы выйти из этого, и нас все-таки обвинить, ну не знаю, опять отправить дело в суд, уже из суда там, но не думаю, что если к тому суде попадет в это дело, и он дальше начнет проверять. Потому что там для нашего, в нашем случае в суде было доказано, что ущерба Рольфу нет. Там об этом есть документы, что Рольфу на момент хищения запасных частей ущерб не причинен, потому как возмещен ему был поставщиком. Если там и есть потерпевший, то это поставщик, это Егор Ландровер. Но Егор Ландровер говорит, что вы сделали все правильно. Эти запасные части должны быть утилизированы. Если по нашим, так сказать, подзащитным инкриминируют, что они эти запасные части не утилизировали, извините, в группе компании Рольф, вот этой Луковецкой, Татьяной Марковной, процедура утилизации не прописана. Механизмов для утилизации запасных частей, которые там не только же там металл какой-то есть, да, там стекло, пластик, есть аккумуляторы, которые там с кислотой идут, то же самое. Оборудования нет, механизмов нет. В связи с этим, я так понимаю, в Рольфе было, привлекались сторонние исполнители. Вот и в нашем случае эти запасные части были отправлены исполнителю, который занимался переработкой пластика. Ну и он получал все запасные части, там сам рассказывал, с ним были проведены очные ставки, человек дал показания, что стекло он там разбивает и выбрасывает в этот, в мусорный там контейнер пластик, он перерабатывает пластик, из них делают, не знаю там, что он там делает, а металлолом, за это металлолом. Так что там все, все вот посмотреть нормально, там все, там дело выеденного яйца не стоит. Но судьбы людей порушены, и то, что происходит, но этого пьюща, это, честно говоря, сложно. Здравствуйте, меня зовут Головлев Сергей Николаевич, я тоже являюсь обвиняемым по этому делу, которое озвучили товарищи, предшественники. В дополнение тому, что уже было озвучено там Антоном, хочу сказать, что действительно такие события, которые происходили 22 апреля в УВД Тиналу, но я бы сравнил это с 37-м годом, когда людей без суда и следствия просто привозили, давали бумажку подписывая и через 3 дня увозили к стенке и потом, через много лет пытались реабилитировать это дело, лили там горючие слезы по этому поводу. Но это же делали люди, это делали сотрудники правоохранительных органов, которые потом по буквальности не понесли никаких заслуженных наказаний. То же самое, на мой взгляд, сейчас происходит и в нашей стране, мы к этому просто скатываемся. Я после того, как было вынесено постановление Щербинского суда и никаких мер со стороны правоохранительных органов не предпринималось, писал очень много и в Генеральную прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Следственный комитет Следственного управления по городу Москве, и в Федеральную службу безопасности, и в прокуратуру города Москвы. Но это, как говорится, все уходит в песок. Последний раз я два раза был на приеме в администрации президента. То есть в администрации президента есть управление по работе с обращением граждан. Значит, я туда первый раз написал письмо через почтовый ящик, получил очередную отписку, что этим делом должно заниматься МВД. На второй раз записался на прием и на приеме высказал свою позицию, на что мне было сказано в администрации президента, ну, мы никак не можем влиять на эту ситуацию, то есть следователь возбудился, возбудил дело, он является у нас основным фигурантом, и на него никто никак не может влиять. То есть, грубо говоря, как в 37-м году возбудили дело, сказал следователь, что виноват ты, и все. То есть никаких надзирательных органов, потому что все надзирательные органы в лице прокуратуры, следственного комитета, они как страусы голову в песок, это все отправляется. Генеральная прокуратура отправляет прокуратуру города Москвы, прокуратура города Москвы отправляет в прокуратуру Новомосковского округа, и там такая ситуация, что, как говорил Антон выше, что прокурор, который в течение 9 месяцев поддерживал необоснованное обвинение в суде, теперь должен дать ответ на эти необоснованные действия. Ну и в качестве примера, вот просто, как говорится, с документами в руках, хочу показать, что вот последний ответ от Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москвы от 5 октября 2017 года, где сказано, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры, направленные на устранение выявленных судом нарушений уголовно-процессуального законодательства. А тогда возвращаемся к постановлению суда, какие же он выявил нарушения. Ну, то, что я не буду зачитывать все, да, это постановление суда, где сказано, что такие-то обвинения в наш адрес не подтверждены какими-либо доказательствами, либо вообще отсутствуют. Такие-то обвинения вообще голословно, это пишет судья. Кроме того, судья пишет, так, в ходе судебного разбирательства на основании исследовательных материалов дела установлено, что по состоянию на 22 апреля 2015 года вывозимые запасные части, хищение которых вменяются обвиняемым, фактически в установленном между контрагентами порядке были признаны подлежащими уничтожению. При этом стоимость данных запасных частей была возмещена у ООО «Рольф» филиал Ясенева со стороны ООО «Егора-Ландровер» том дела 3, лист 221. И указанное решение о необходимости уничтожения запасных частей и возмещения их стоимости было подтверждено ООО «Егора-Ландровер» в том числе и после возбуждения уголовного дела. Указанные обстоятельства свидетельствуют о необоснованности и неподтвержденности в обвинении такого существенного признака состава преступления как ущерб, причиненный собственнику или иному владельцу имуществу. Поскольку в состоянии на 22 апреля 2015 года стоимость предмета вменяемого хищения была возмещена ООО «Рольф» филиал ЕВР Ясена, в связи с чем вывоз указанных запчастей не мог повлечь в причинение ущерба ООО «Рольф» Будучи собственником ООО «Егора-Ландровер» предмет меняемого хищения распорядился уничтожить данные запасные части подтвердив обоснованность и правильность данного решения и после возбуждения уголовного дела и таким образом признала отсутствие какой-либо ценности данных объектов для организации. Вот два документа. Теперь я так думаю как это можно сделать устранить недостаток который доказан в суде что имущество «Рольфу» не принадлежало что оно оплачено полностью но как говорится следствие идет дальше своим путем мы кстати обращали внимание когда на стадии ознакомления с очередной экспертизой про которую говорили выше адвокаты я обратил внимание на нетождественность постановления суда и то что следователь делает назначает эту очередную экспертизу ну что мне сказал следователь типа судья он глупый он ничего не знает а у меня вот экономическое образование я лучше знаю как что назначать о чем можно тут говорить так что я так думаю что пока это не получит какой-то общественной огласки пока этим делом не займутся действительно профессиональные следователи то есть ну тут победы нам как говорится не видать кроме того кроме того тоже из материалов постановления о суде судьи то есть то что сказал Антолий Николаевич про нетождественность содержания текстов но хочу добавить что материал ОРМ так называемый прослушивающий да то есть они в эту ночь когда издевались над нами и когда я увидел Антона всего в крови коридоре когда его водили с допроса это где-то было уже ну ночью грубо говоря после часов 12 нашего задержания рубашка у него была вся в крови я спросил что здесь вообще здесь происходит на что мне сказали сейчас тебе объясним в кабинете дали вот эти вот как раз прослушки которые записывала на самом деле на открытых носителей служба безопасности Рольф потом на открытых носителях они нарезали это так как им нужно и в суде это было представлено как уже ОРМ то есть на открытых носителей так как это ну как доказательство но доказательством имел разговор например по телефону кстати он я говорю алло начальнику склада он мне говорит алло я говорю прими к нему запчасти со склада с ландровера он мне спрашивает что за запчасти я говорю это брак на время проведения ревизии на ландровере пускай полежат у тебя это опять же меняется мне в хищи то что мы хотели их похитить вот такие вот примерно примерно записи ну вот это я документально хотел добавить к вышесказанному то что сказали адвокаты то что рассказывал подробно Антон хочу сказать что это это происходит в Москве происходит в Москве в наше время на дворе не 37 год не а 2017 когда наш президент наш президент который имеет такую большую популярность борется всеми силами за соблюдение законности в стране за поддержание порядка то есть правоохранительные органы правоохранительные органы плюют на это все тут сразу приходит мне на ум дело которое было проходило в Нижнем Тагиле когда людям не платили за работную плату то же самое что следственный комитет говорил что это не наше дело не наше дело потому что они люди я сам с Урала разговаривал потом по этому поводу что типа писали неоднократно и в прокуратуру там Нижнего Тагила и в прокуратуру области в следственный комитет как только дело дошло до президента решило в течение 10 минут начальник следственного управления области был снят с должности деньги деньги нашлись и людям все вернули а это вот как вот накладывается да одно на другое про кристальную честность наших правосохранительных органов не приходится говорить по той простой причине что если общественность обратила внимание что недавно был объявлен приговор группе генерала Сугробова да генерал Сугробов являясь являясь высшим должностным лицом в системе МВД по борьбе с коррупцией сам организовал эту группу вышибал из бизнесменов бизнес отнимал да и так далее после снятия генерала Сугробова с должности пришел на замену вот как сейчас у нас всех на слуху там дело полковника Захарченко тоже это же управление Министерства внутренних дел по борьбе с коррупцией у которого простого полковника находит дома 9 миллиардов в различной валюте и после этого после этого как можно заявлять что у нас правоохранительные органы такие кристальные чистые и вот я честно говоря я так думаю что это не так глубоко кроме того нам кроме того что по телевизору показывают образ нашего правоохранительных органов только в таком идеальном состоянии да ток-шоу идут у нас по всем каналам там типа все направлено на Украину не знаю там на Америку а про нужды то есть простых людей простых людей никто ничего не озвучивает я когда был несколько раз на приеме в генеральном прокуратуре просто разговаривал с людьми там их масса там типа там такие истории можно собрать да для нашего телевизора то есть просто там я не знаю там приключенческие фильмы со всей страны лидию едут с одной и той же историей что там никто не обращает внимания здесь никто не обращает внимания ну и так далее и так далее подобно как говорится собака лает караван идет ну вот то что я хотел добавить в вышесказанном окей спасибо здравствуйте сегодня у нас получается 20 ноября 2017 года был на приеме у депутата государственной думы Солнцевой Светланы Юрьевны приемная за мной на моей спиной находится сдал очередное обращение ну режиме такое что обращение приняли поможем рассмотрим и так далее все все опять я изъял как говорится объяснил депутату ну это законодательная власть которая не может влиять на исполнителя вот посоветовали обратиться к депутату который по месту жительства который непосредственно был избран по этому округу все на сегодняшний день добрый день сегодня 23 ноября 2007 2017 года находимся на улице Мясницкая 47 где располагается приемная уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москальковой подали очередную жалобу жалобу приняли обещали рассмотреть все на сегодня добрый вечер сегодня у нас 28 ноября нахожусь возле волейбольного центра в городе Одинцово где был на приеме у депутата Государственной Думы Пушкина Оксана Викторовна отдал очередное обращение рассказал о тех несправедливостях и преступных деяниях правоохранительных органах которые творятся ну вердикт на кое-что Оксана Викторовна взяла месяц на рассмотрение этого дела и через месяц обещали сообщить что удалось или не удалось сделать все все пошли секунды сегодня 2 ноября 2017 года вышли из приема министра внутренних дел где были приняты первым вместителем начальника следственного департамента МВД господином Потапин очередной вердикт разберемся посмотрим и так далее вчера были на приеме у следователя где нам вручили очередное постановление о дополнительном назначении дополнительной бухгалтерской экспертизы при этом не ознакомив с результатами основной экспертизы которая была назначена еще 4 сентября вот то что у нас прошло за последние 3 недели с момента последней нашей спектакли все